Пашка, что, запись идёт? Концерция Звук пошёл Идёт? Ща У меня провис Идёт Здравствуй, БРС Я вижу, ты уже к нам присоединился В общем, сегодня мы продолжаем Нашу трансляцию по Артеневика 2 И сегодня, если получится Я, возможно, буду стримить даже до часа ночи Вот, где-то так Ну что ж, а пока Продолжаем игру А, зачем я вышел? Напрасно я вышел Вот, сейчас нам нужно Отдохнуть и посмотреть Дополнительные космосферные сценки для Коши Топики, да? И для Итак Начинаем Начнём Естественно, сквошка Ля-ля-ля-ля Чё-то здесь делаешь не ночью И первый топик касается Непосредственно Разговоров Которые были На прошлом стриме между жителями Городка И вообще О том С какого лифига Кроа Официальный В принципе Жених Луки Ты действительно Её жених? Простите Что вы имеете ввиду? Ну, я имею ввиду Луку Она же назвала тебя Своим женихом А Ну Если быть откровенным Я не совсем тоже Это понимаю Вообще Я думаю Это началось тогда Когда Лука Начала всем рассказывать Обо мне Я полагаю Что информацию Слишком преувеличили И Вот Всё получилось Вот таким вот образом Что такое? Ты пока уже Доволен Что? Да не 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 Особенно Да ладно Да Меня как бы тоже Это не волнует Но Имея ввиду Что если это как-то Повлияет на твои обязанности Телохранителя Ну ты понял В общем Что с тобой будет Так Лоша Стражная баба Как ни крути Ну и собственно У нас намечается Ещё Четыре Минимум Кепки С лукой Лукой я вхожу Эй Эй кро Как дела Она даже не в пижаме В отличие от луки Ну это он В отличие от клоши Ты имеешь в виду Что что? В отличие от клоши Да В отличие от клоши Она даже не в пижаме То есть Она валится спать Прямо в одежде О привет Фес Так И первая тема В общем Называется Доход от Дайв терапии Которой занимается Лукой У тебя много клиентов На Дайв терапию? Да Целая куча Когда все Особенно загружено Я работаю Целый день Ты так занята Похоже Все намного Куже чем я думал Да не Все не так плохо Нет Не только Для тебя Я вот Знаю что они Ээээ Эээ Менеджеры Тоже Целый день Получается Загружены Работой В магазине Для погружения Ну Если об этом Подумать То да Ты прав Похоже Что Магазин Погружения Ракшика Получает Больше Надежных Доходов Чем В других Местах Слушай Кро Ты Хотел Поговорить О магазинах Погружения Когда Сюда Зашел Ко мне Ночью Второй Топик В принципе Аналогичен Топику Клоше О том Сохов Лефига Все называют Кро Женихом Луки Кстати Почему Они Вдруг Говорят Что Я Твой Жених Это Мне тоже Бы хотелось Это знать Ну Тогда как Получилось Что Все так Получилось Может быть Ты Что-то Странное Бо мне Рассказывала Конечно Конечно Нет Я Нормально О тебе Рассказывал И Ничего Такого Не Говорил Ну Я Сказала Что Ты Парень С Которым Я Жила Похоже Что В этом Весь Корень Зла И Что Что-то Что-то Не так Лука Значит Ты Все-таки Что-то Сказала Ни Ч О Кро Ты Слишком Сильно Волнуешься Я Знаю Что-то Что-то От Меня Скрываешь И Следующий Топик Это О Skycat Собственно Той Официантке В ресторане А лучше Подруге Луки Это Девушка В ресторане Secret Опять Он ее Secret Назвал Она Довольно Необычный Персонаж Да Это Ее зовут Skycat Не Сики Skycat А Ну Окей Skycat Она Очень Необычный Персонаж Да Вот Опять Они В переводе Повторяются Вот Мне не нравится Что Сука Тавтологии Кругом Ну Ладно Ну Полагаю Да Она Всегда Так себя Ведет Когда Я Там И Я Вообще Думаю Что Немножко Всегда В ресторане Начинается Небольшой Хаос Когда я Там Появляюсь Таким Образом Совершенно Невозможно Расслабиться Разве Это Нормально Для Ресторана Ну Я Полагаю Она Вполне Себе Нормальная Девушка Для Остальных Клиентов Кроме Меня Она Довольно Известна Тем Что Притягивает В ресторан Клиентов Так Что Вроде Как Ничего Страшного Да Но Что Мы Должны С этим Делать И Следующий Топик Банально Называется Давай Еще Немножко Поговорим Эй Кро Почему Ты Пытаешься Избежать Разговор Со мной Что Правда Что Ли Он С тобой Мало Разговаривает Серьезно Чепуха И С чего Друг Ты Решила Об этом Меня Спросить Ну Понимаешь Мы Наконец-то Вместе Но Ты Редко Со мной Разговариваешь Нет Слов Я Знаю Что У тебя Есть Множество Дел Но И У тебя По сути Нет Выбора Но Теперь Когда Мы Вместе Я Хотел Все Так С тобой Почаще Разговаривать Да Пожалуй Ты Права Мы Не могли Того Друга Видеть Несколько Лет Поэтому Пожалуй Я буду С тобой Чаще Говорить Отлично Отлично Я Очень На это Надеюсь Вот И Четыре Темы Паш Что Название Стрима Обозначает Гуглить Как Мик Ну Скинь ему Просто Перевод Этой строчки Да Я сейчас Скину Перевод Вот Только Не говори Мы не будем Естественно Говорить Откуда Эта строчка А потом В конце Второй части Если ты Не поймешь Сам Мы Скажем Итак Теперь Когда мы Закончили Беседовать С Девчонками Ночью Можно Отправляться В магазин Подружения Потому что Как Предыдущий Стрим Закончился Ну Такой Перевод Имеется Да Давайте Пожелаем Всем Вечного Счастья Да Пожелание Вечного Счастья Нет Это же Гимнас Ну да Как бы Люди Уже В первой части Должны В принципе Знать Что В лоре Артенелика И в Мире Есть Изы Гимнас На котором Непосредственно Поются Гимны Песни Да Шестой Песни Да Вот Итак Предыдущий Сим А еще напомнил Что означает Ктулпу Таган То что Еще Лавкорп Были Проблемы С кодировками Вот Предыдущий стрим Закончился Тем Что Мы Собирались Нырнуть В Клоше Потому что Она Считает Что Кроа Слишком Слабая Поэтому Если Она Захочет Победить Священную Армию Ей Нужно Больше Сил И Можно Уже Нырять Вот 200 Лиф И Тут Немножко Другая Заставочка Сейчас Другая Да Из Здесь Кроши Сама На С С Так это мир внутри разума Леди Клоша? Выглядит вроде вполне нормально. Ты? Леди Клоша, почему вы выглядите как... Кто ты такой? Чужак? Умри! Умри! Эй, ты в порядке? Ага, где я? Значит, произошел критический сбой, поэтому я отключил машину. Критический сбой. Ну, это обычно происходит, когда Рима Тейл отказывает погружение дайверу. Если это не контролировать, то дайвер может даже умереть. И поэтому мы время от времени проводим такие энергетические отключения, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Только что совершил Самое, наверное, короткое погружение в мире Это просто мировой рекорд 7 секунд Это обычно происходит, когда Ревотел ненавидит дайвера Но я впервые вижу, чтобы это так Быстро произошло Просто вообще Да, Кро только что поставил Мировой рекорд По погружению, по самому короткому Погружению Ревотела в мире 7 секунд Кро, ты можешь это воспринимать Более серьезно Что? Я думаю, это произошло, потому что Ты не особо доверяешь Кро Ты что, хочешь сказать, что это Моя вина? Что там в чате ссылка? Ты картиночка, как Нидо смотрит Смотри Потрясающе просто Я всегда догадывался, что его зовут Александр Да Да уж У нас монокемия, и самонра, и стрим Все подряд, да? Да-да Да не-не, я так не считаю И все будет нормально У меня есть решение этой проблемы Ген, пожалуйста Позволь мне провести Погружение через прокси И здесь, в общем, начинается Со стороны Луки Самый настоящий Технобред Я сейчас это просто прокручу Потом в общих словах Объясню, что она имеет в виду Вот В общем-то, Лука Что она имеет в виду? Итак Первое ее предложение означает Что она Граднот пакеты каждой машины Звуковые граднот пакеты, да? На которых, собственно, и основано Все это вот погружение Потому что это Звуковая наука А Сначала переводится в Состояние по дефолту, да? Вот Первоначальное состояние Затем Она начинает повышать Граднот пакеты Своей Космосферы Вот Звуковые граднот пакеты Чтобы ее Волны Звуковые Пересилили Звуковые волны Космосферы Клоша Вот С помощью Прокси Непосредственно И Затем Она Также Повышает Звуковые пакеты На один ранг При Большой вероятности Критического сбоя Таким образом Она защищает Кро В своей Космосфере Если его будет Атаковать Клоша Вот В общем Вот такая вот ерунда Вот Я когда первый раз Этот прочитал Тоже Нифига не понял Но потом В течение временем Более-менее Мы разобрались Что она имеет в виду Скорее Мы погуглили Скорее Нагуглили Там терминов много И все это Пришлось тоже Смотреть И вообще Разбирать Но тем не менее Понятно уже Что она имеет в виду Да О чем она говорит Я тоже Ничего Не понял Итак Вы двое Будете Погружаться В меня И Когда мы Будем в моей Космосфере Мы Снова Погрузимся Что ты имеешь в виду Вы можете Спросить об этом Моего Стража Раза Стража Разума Что это такое Просто Сделайте это И Вы сами Все выясните Начинаем Это Это Я полагаю Ее космосфера Юрий Всем привет Добро пожаловать В духовное Пространство Луки Кто ты Атто Атто Хажмете На Отаксан Добро пожаловать Атто Отакси Лука На Кокоро На Моли На 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 А Так вы Здесь Первые Понятно Я Ген Гора Страж Разума Луки Но Вы Можете Меня Назвать Просто Гора Кокоро Моли Кокоро Моли Можете Кокоро Поговорите Моли Страж Кокоро Ну Можете Думать О нас Как Нечто Вроде Охранни Системы Для Разума Рива Тейла Обычно, в каждом разуме Ривотелла находится один страж. И все они разные, поэтому какие-то идиоты погружаются в Ривотелла только за тем, чтобы составить список стражей. Так что, если в Ай-Пи-Ди появится то, что в Ай-Пи-Ди появится, то, что в Ай-Пи-Ди появится в Страже Разума исчезать. Прошу обратить внимание на это предложение, что в Ай-Пи-Ди, у Ай-Пи-Ди Ривотелла нет Стража Разума. Итак, давайте начнем. Итак, давайте же начнем. Сегодня мы займемся погружением через Прокси. Прокси-Дайв это, если выражали это простыми словами, то погружение через Прокси это словно наблюдать сон во сне. Итак, Кроа, когда Леди Клоша убила тебя в ее духовном пространстве, ты, в принципе, почти откинул копыта и в реальном мире. Ну, а что если это был бы просто сон? Понятно? Ну, погружение через Прокси обычно очень дорогие, но так как об этом попросила Лука, сегодня это делается за бесплатно. В общем, спасибо за Лука. Вам лучше бы поблагодарить Луку попозже. Ну, а теперь мы отправимся в секцию погружения через Прокси. Дайвуя? Магазин для погружения? Да, я буду спать в мечте. И я буду спать в мечте. Да, вы будете погружаться во сне. Так что, как я уже говорила, это словно смотреть сон во сне. Итак, приготовьтесь к погружению. Это будет быстро. Даже ничего не почувствуете. Может, подробимся и начнем? Хорошо, хорошо. Начнем же погружение через Прокси. Это то же самое, что раньше. Внутри разума Леди Коши. Ты снова здесь? Снова этот взгляд? Не похоже, чтобы что-то поменялось. Тужак. Умри. Кро, ты меня слышишь? Ты не умер. Тебе вообще не должно было быть больно, по идее. А? А? А, действительно? Ты права. Что? Что? Это моя мечта. Я думал, что я думал, как Кроуша-само-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так как этот мир теперь содержится внутри моей космосферы, моя воля здесь сильнее воли Леди Коши. Ну, собственно, о чем я раньше говорил. Она специально сделала так, чтобы ее космосфера доминировала над космосферой Леди Коши. Так, еще раз. Ничего не произошло. Кро. Так, Кро, ну-ка. Слушай, отличное сравнение. Мне даже в голову не пригодило. Потрясающе очень. Так, Кро, ну-ка, хватай-ка Леди Коши, пока у тебя есть шанс. Хорошо. Что ты делаешь? Отпусти меня. Отлично. Теперь я могу... Так, одну минутку. Да, по сути, теперь я могу сублимировать ее. Как правильно переводится эта слово? Сублимировать. Да, есть. Это правильно переводится на русский. Сублимировать. Но в данном случае это скорее обездвижить. Вот. Теперь я смогу обездвижить ее. Нееет! Она исчезла? Лука! Ой, Лука! Это нормально? Лука! Эй, Лука! А это нормально? Сначала это, конечно, не может быть. Ох, если это только начало, то я себе представляю, что дальше произойдет. Ты... Ты... Я? Я Инфел. Я? Я Инфел. Инфел? Инфел? А, Кроуши-сама-но-Коколо-но-мори-ка. Сначала. Ааа, Страж Разума Леди Клоуша. Рад познакомиться. Сначала. Рад тоже познакомимся с тобой. Рад тоже познакомимся с тобой. Рад тоже познакомимся с тобой. Что это еще была за Леди Клоуша только что? Рад, Кроуши-сама-но-коколо-но-коколо-но-коколо-но-кобе-но-счет. Может это был символ её стены разума. Счет? Символ. Да. Символы существуют в целом в мире. Также существуют различные символы. Какие символы существуют? Если вы создадите этот мир, вы сможете осознать себя. Как тебя зовут? Кроа. Кроа Бартель. Кроа. Кроа Бартель. Кроа? Не. Убейте окула. Ну, увидимся позже. Вдох! В этом мире я должен что-то сделать? Что я должен делать в этом мире? Кроуша-сама говорит о том, что я должен делать. Но я не знаю, как мне это сделать. Кроуша должна создать песенную магию. Но я не знаю, что мне делать. Это не тот вопрос, на который я могу ответить. Лучше всего в данном случае самому поискать ответ. Я должен сам искать ответ на этот вопрос. Ну, все, я могу идти. У меня еще полно дел. Увидимся. Ну, похоже, выбора нет. Придется побродить вокруг. Да, как видно в этом мире, нифига не видно, спросите за каламбур. Ну, что-то видно. Да, что-то видно, но, в общем-то, здесь полная темнота. И вот даже эта локация называется, как бы, абсолютная темнота, да? Бездна тьмы. Да, это Бездна. Бездна тьмы. Вот, как обычно, это Башня Жизни. Она в космосфере каждого Ривотейла. Вот. Ну, это даже темно, что-то есть даже. Да, там что-то есть. Это дверь. Башня Жизни. Башня Жизни. Ривотейл соединена с другими Ривотейлами и серверами песенной магии с помощью этой Башни Жизни. Это граница между собой и другими, поэтому это называются пограничные врата. Пограничные врата? Да, без этих врат другие Ривотейлы могут заглянуть внутрь ее разума. И эти врата позволяют создание внутреннего эго. Понятно. А сервер песенной магии... Ты вообще ничего не знаешь, да? Но я специализируюсь на бою с копьем. Как страж. Или... Как лучше сказать? Или обычная стражевая собака. Да, обычная стражевая. Верная... Верный стражевой бёзд, да. Ну, я ничего здесь, в принципе, сейчас не занимаюсь совсем особо, поэтому я, в принципе, объясню. Ривотейлы способны формировать свои эмоции в различную энергию с помощью песни. Например, они могут стрелять огненными шарами или лечить. Ну, это делается с помощью сервера песенной магии, через который проходят песни. Он их конвертирует в энергию и затем перенаправляет обратно. Ну, в принципе, с песней это ничто иное, как нажатие на кнопку на удалённом управлении. Собственно, сам взрыв огненный дадут лечение, они все идут от сервера. И можно сказать, что бажня жизни это нечто вроде силового кабеля, который передаёт волю Ривотейла серверу. Ну, хоть в первой части так не объясняли подробно. Да, здесь на самом деле довольно подробное объяснение, как это всё проходит. Ты действительно много знаешь? Конечно. Ну, вообще-то, это естественное знание. Ты просто никогда об этом не забыл. Да, это все знают. Да, это все знают. Правда. Ну что, вы закончили? У меня больше не осталось времени на эту болтовню. Разве ты только что сказала, что у тебя нет никаких дел? Да ладно, это просто было фигуральное выражение. Знаешь, я топить могу мужчин, которые не могут считать между срок. Пока. Какая недружелюбная девушка. Какая недружелюбная девушка. Одинокий город. Остальные городы. Какая недружелюбная девушка. Но никто не может видеть. Какая недружелюбная девушка. Но я не могу никого не вижу вокруг. Возможно, просто слишком темно. Какая недружелюбная девушка. Опять клошу используют особо… вежливую форму обращения. А в английском ничего особенного не используют. Ну, как бы, да, здесь можно по-разному переводить. На самом деле, да, по сравнению с лайнером, Кро, в отличие от него, не тупой. Хотя бывает, там, огромный плюс уже по сравнению с лайнером, правда. Но зато лайнер путем перения на пролом сразу троих хомутал. Да. Ну, да, здесь, кстати, в этой игрушке, кстати, такого не позволят. Вот, здесь космосфера Ревитайлов уже довольно ограничена. Да, после прохождения дальше, средины пятого уровня, просто все остальные-то уже не пройдут. Да, они говорят, что, типа, ты мой лучший друг, но не более того. Вот, в таком плане. Итак, Клоша спрашивает, как поживаете? Клоши-сама! Это Клоши-самая космосфера? Леди Клоша, это ваша космосфера? Ты, что здесь? Что здесь? Если вы не хотите, я буду вступать в полном порядке. Да, Фрэнзоне. Что ты здесь делаешь? Если ты здесь что-то вынюхиваешь, то я немедленно прикажу тебя отсюда удалить. Но вы сами приказали мне это сделать для того, чтобы создать песенную магию? Ага, да. Это достаточно, да? Пожалуйста, поднимите. А, понятно. А, ну, в таком случае, вперед, создавай. Ух, слава богу, а то я уже решил, что попал в полный переплет. Но слишком темно, я даже не вижу, что я делаю. Если у тебя есть какие-то жалобы, то дверь вон там. Ты же понимаешь, где ты находишься, правда? А, да. Клоши-самая космосфера. Да, я внутри мира, Леди Клоши. Тогда, у тебя нет права, чтобы здесь вообще жаловаться. У тебя есть задания и есть какие-то необходимые ресурсы. Вот, ими и пользуйся. Разве это не твои прямые обязанности? А, да. Рада, что ты понимаешь. Удачи тебе. А, ч-ч-чотто, подожди. А, э, погодите минутку. Что-то, что-то много. Ну, что еще? Ты такой требовательный. Прошу прощения, но в таком состоянии трудно даже ходить, не то, что что-либо делать. Да, только ходить, но все-таки не надо ходить. Что, для тебя это слишком тяжело? Я не хочу, чтобы такой человек, как ты, бродил по моей космосфере. Если ты не можешь, то ты не можешь ходить. Если ты не можешь это сделать, значит, ты и не должен был изначально даже пытаться. Вот, как я уже сказала, дверь вон там. Но. Что? Вот, и здесь у нас, собственно, предоставляется выбор. Во второй части выборы в космосферах происходят значительно чаще. Иногда они ни на что не влияют, иногда они на что-то действительно влияют. В данном случае мы, в принципе, рассмотрим оба варианта просто путем сейф-стейтов. Итак, вначале выберем первый вариант. Он означает быть разочарованным. Так. Я понял. Нужно, но мне кажется, что это немного тяжело. Хорошо, я понял. К сожалению, я думаю, что это задание слишком сложное для меня. Су-у-у, я иду в космосфере в космосфере. Вообще, непросто. Я, такой низменный рыцарь, решил, что смогу войти в космосферу Леди Клоуаше. Но я бы хотел помочь вам, настолько, настолько, настолько смогу, но, пожалуй, я зашел слишком. Извиняюсь. Пожалуйста, верните меня в реальный мир. Погоди минутку. Да. Что такое? Ты сказал, что пришел сюда, чтобы помочь мне. Тогда я отдам тебе последний шанс, чтобы это продемонстрировать. Нет... Я не могу, чтобы это не было. О, нет, Леди Клоуше. Перестаньте себя... изводить. А... Ничего из этого не выйдет. А... А... Анатата не... С選択-кен-нан-де-на-и-но. Нан-надо-иттаро-вакарен-но-каширо. Чанс-о-оттаро-иттаро-вакарен-на-сай. А кто сказал, что у тебя есть выбор? Я тебе предлагаю шанс, поэтому быстро-ко принимай его. А... Да... Эмбрия есть. Но... ...это... ...это... Эмбрия, что у нас получается... ...эээ... ...вроде зола или уголь. Значит, здесь можно перевести, в принципе, как... ...уголь... ...уголёк, да, какой-нибудь? Тле... Тлеющий уголёк. Да, тлеющий уголёк, да. Словарь. У... Уголёк, по сути, который раньше освещал этот мир... ...был украден, и поэтому теперь здесь всё погрузилось во тьму. Этот уголёк спрятан в проклятой тюрьме. Проклятой? Проклятой? Калиции не меняются. Непосредственно бои меняются, ну, ненамного, пожалуй. Потому что если ты адаптируешь твой, ээ... ...эээ... ...эээт, эээ... ...ээээээээ... ...персонажи у тебя хорошо прокачены, разницы ты почти не заметишь. Вот, вот так. Если, действительно, хочешь помочь мне, конечно, ты туда пойдёшь в эту проклятую тюрьму. Если ты вернёшь уголёк и вновь в этом мире появится свет, то между нами могут отношения поменяться. А где эта тюрьма? Прощай. Прощай. Клоше-сама? Леди Клоше. Ну и как бы, я думаю, можно уже перезагрузить эстет и показать, что будет, если Клоше разозлится, вместо того, чтобы быть разочарованным. Что это за ерунда? Что такое? Успокойся, успокойся, Кроа. Да как я могу быть спокоен? Успокойся. Успокойся, просто успокойся, пожалуйста. Успокойся. 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 Очень, очень хорошо. Если всё так, то я дам тебе шанс. Шанс? Шанс? Успокойся. Ну-ка, здесь повторяет то же самое уже, что и было. Вот. У-моему, разозлённый Кроа в 100% раз лучше, чем разочарованный. Он ведёт себя как какой-то бета, но сейчас он просто вот, просто начал конкретно катить бочки на глошь просто вот в ответ. Да, всё прошло ужасно. Мне тебя уже жаль. Я могу что-нибудь сделать? Я не могу тебе помочь. Я тоже не хочу, чтобы ты здесь был. Так? Да, так? Я, что я хочу, чтобы я только один человек. Я только не видел Хакба. Да, надо было и первый рот на харде играть. Итак... Да, единственная, кто может сейчас посетить её космосферу по моему хотению, да? Кого я хотел бы здесь видеть? Кого я хотел бы здесь видеть? Это ещё не увиденная принцесса на белой лошади. Да. О, женщина? Женщина или женщина? Женщина или женя? Эхе-хе-хе. Чё-хе-хе. Больные мужики и мужчики.. А что, есть какая-то разница, мужчина или женщина? Ха-ха-ха-ха! Да, точно. Да, я терпеть не могу мужчин, которые Меня раздражают. Ну, хорошо. В результате я не вернусь в этом мире. Да, похоже, что мне здесь совершенно не радует. Ну, если я не вернусь, то я вернусь. Если это не вернусь, то это не вернусь. Или что-то не вернусь. Значит, похоже на то. Если она тебя так приветствует, значит, она просто нереальная извращенка. Либо она находится в изначальном состоянии некой ролевой игры. К чему ты там пишешь про работу? К релюди. Вот это, к чему ты пишешь? Да, у меня, короче, я просто выпадаю со слов Эльфей, как всегда. А, всё, я понял. Ты должен посмотреть, да. Вот, её看到 BRITTLE. Что ты тратист換ая таки? Что-то родное, где-то копировка ног. Он должен понять... Да вот это сделает процент. Ну, как я скажу. Как раз я делал isso. Да, да. А ты как раз gesill university. хорошо пустил до 60 процентов так в любом случае да не намеки прелюдии всякие короче я не знаю прощения вообще все подряд уже мать омеретто аната крошиに考えされていないと推測されることその理由は不明あること в общем в заключении мы можем только определить тебе совершенно не рады и причина не ясно 理由は悪魔の王女様じゃないからではないのか разве это не потому что я не принцесса на белок それは私の希望よ クローシェと私は必ずしも同じことを考えているわけではないわ это всего лишь мое собственное желание クローシェ и я они во всем всегда согласны сука понятно я не знаю как другим зрителям а мне кажется что сейчас не перегромче что что мне кажется сейчас сейчас слишком тихо ты стал да хорошо тогда на 50 процентов зависит от того как ты говоришь понимаешь да вот если ты на середину поставил ну не то чтобы не было совсем никакой надежды первые первые первый блин всегда кома кто自分の精神世界に入れるんですもの 怖くて受け入れられないのは当然 знаешь она впервые встила кого-то свою космосферу так что это естественно для нее あとはあなた次第よ それじゃ 私は忙しいからこの辺で ну что ж все остальное я предоставляю тебе а я слишком занята поэтому мне пора идти я просто иногда слишком вражь на самом деле при игре прошу прощения да здесь кто то есть здесь слишком темно да жаль она должна бы уже выпустить это из тюрьмы да не такого не будет потому что а да точно действительно так что здесь всегда будет темно здесь так темно да жаль жаль печально простите меня ух ты ты напугал меня да и меня тоже напугал вы только что помянули тюрьму вы знаете где она находится а что ты сделаешь если ты узнаешь об этом если мы скажем тебе ты будешь ты разрушишь этот мир нет 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 я просто хочу чтобы свет вернулся сюда вы вам ребята ведь это тоже не нравится да хм можем ли мы ему доверять я не знаю можем ли мы конечно можете у меня полного дайвпоинтов что мне не доверять то я действительно хочу вернуть свет в этот мир я здесь ради леди кош хорошо окей если он лжет мы потом с ним разберемся да мы можем потом попозже его наказать хорошо мы скажем тебе путь до тюрьмы вот значит на карту была космосфера была добавлена тюрьма сердце спасибо спасибо вы не оказали большую помощь но но ты сможешь ли ты вернуться знаешь леди кош весьма строга она заставила тебе идти туда в одиночку все нормально я это сделаю будь очень осторожен там призраки как бы вот она так это тюрьма выглядит достаточно жутко не сомневаюсь что здесь действительно что-то водится такое что оно исчезло это что было только мое воображение здесь кто-то есть ух ты я был прав поверить поверить не могу что здесь кто-то появился невозможно неужели у меня начались глюки ты привет я скоро умру поэтому не беспокойся обо мне ну возможно я стану нечто вроде тебя приятно познакомиться эй я все еще жив слушай ты в порядке ты здесь была заключена как тебя зовут ну лантерн это фонарь да а вот лантернал сейчас посмотрю есть такое слово изначально это конечно я не знаю как это так ну так и будет лантернал по сути фонаря производные ну да производные от фонаря ну вот как это в женском роде бы назвать по нормальному так фонаричка фонарика не знаю даже вот ну пусть будет лантернал потому что по сути это в целом это все таки имя на самом деле вот я лантернал я здесь уже нахожусь десять лет и не пью не ем вообще ничего поверить не могу что ты до сих пор жива а что насчет тебя я не думаю что ты принц который вот пришел спасти меня я не принц но я спасу тебя это ты этот призрак о котором все говорят призрак я еще пока не умерла как жестоко для чего ты сюда вообще пришел ну я обнаружил что мир в мире стало темно потому что здесь был спиратом уголек и я пришел чтобы найти его ахаха понятно значит ты все таки принц что ну этот уголек это я я лантернал моя работа это освещать этот мир а так ты свет этого мира если тебя выпущу в мире снова наступит светло к сожалению нет но у меня совсем не осталось мира чтобы вновь осветить этот мир если бы я смогла восстановить свою силу есть какой-то способ это сделать конечно если мы пойдем к башне жизни то я смогу одолжить силу взять силу оттуда хорошо я тебя сейчас выпущу отсюда ты не сможешь ты не сможешь открыть эти железные решетки вот она опять а что опять разве ты не видишь призрак я не призрак я алиса алиса ты можешь говорить кто ты кто ты я кро я пришел сюда чтобы создать песенную магию для леди клоши но далеко я не особо продвинулся песенную магию звучит весело а ты кто ты ведь не призрак да мой разум он находится намного глубже этого уровня на этом уровне это все чего я могу добиться ты мой друг или враг я погоди я ну как бы однозначно друг да но учитывая что здесь выбор то мы делаем здесь стоит и просто говорим я твой враг воу а дверь открыта потрясающе дверь открылась спасибо она исчезла поверить не могу ты открыл эту тюрьму ну и судя по всему можно уже сразу перезагружаться но как бы да ни на что это особо не влияет хотя по уму нет это влияет на то сколько очков у тебя заберут соответственно если ты сказал что друг у тебя заберут ни на что вообще да ну то есть по сути на диалог это не влияет это был не я это просто была простая удача пошли в башню жизни хорошо и собственно была создана первая песня храбрый гром гром храбрости да правда кому еще кажется что паша слишком громко орет хорошо давайте отпустим до 40 вот опустил немножко вот что означает fsd кстати я до сих пор не знаю вот посмотрим есть какие-то предположения на этот счет паша а что означает fsd паш нет ну вот я и говорю до сих пор непонятно что это на самом деле означает нету только погуглить да о кро лука а ты что здесь делаешь ты что тоже погрузилась сюда почему ты думаешь я здесь потому что я хотела увидеть тебя и да вот как бы лука первая среди девчонок демонстрирует такое я не знаю откровенно шлюховское лицо да я даже не знаю как это по-другому назвать вот то есть вот именно вот такое вот слушай лука почему вот ты вот сейчас вот говоришь так здесь со мной здесь а где еще я могу об этом спокойно поговорить я также хотела чтобы и леди плоша узнала о моих чувствах да пока это я хочу чтобы она узнала что ты мой ехе эй кроа хочешь да эй кроа хочешь займемся чем-то очень веселым вот там есть место для отдыха эй эй слушай слушай ты ведешь себя странно лука нет ты всегда это ты ведешь себя странно мы всегда делали это то это ну ты понял да кровь поэтому кровь давай повеселимся сегодня секундочку напоминаю это космосфера клоши если что-то это так это представление о луке непосредственно самой клоши это клоши так видит луку да блин я с этим справиться я мы не смогу должен ли отсюда убежать погоди кровь что не так с лукой а вот как бы 10 то ли объяснять уже что это лука который представляет себе леди клоши в своем разуме что любой кто появляется в этом мире это просто превосставляет его клоши в своем воображении это все-таки ее духовное пространство значит поэтому получается для леди клоши лука именно так себя и ведет что ли да ужасно лук у себя в реальном мире так далеко себе не ведет первое представление все таки да но немножко не не особо далеко уехала до люди всегда состоят из всяких предрассудков они считают что они знают друг другу но на самом деле нет как ты можешь видеть сам полагаю ты права но даже не знаю как будут развиваться события с этого момента ここで и рука надо ну лантернол да это это место золоса кокона на ю а а дандан чекарова мина гитт кроула да да и я уже чувствую силу сока я ранюка ск?, в миску Post это вечер да ивор Áмว chapters до д obscقлеру skills я очень любят конечно не болезну ко мне ваш проще сейчас изменилась на сразу начиная в т�� clamарь и вот nori но куда вы приходила ankle и ид в коали хотя бы когда но почему потому конечно что сегодня вы знаете наверняка Я не знаю, что я не знаю. Я вернулась на этот мир. Я помню только это. Не знаю. Все, что я помню, это то, что... Раньше я помню этот мир. Слышно. Я не помню это несколько лет назад. Я думаю, это было более 10 лет назад. Поэтому ты забыла? Да. Наверное, это было 14 лет назад. Я была на этот мир自由. И так же мыaga. В общем, это было около 14 лет назад. Я был спокойно освещающим мир. В Internationale, я был в обае сиянки. Но я не помню все время. Хотя я замечу, когда в обоих поделах в пакетах не было захватываться. И я тоже отречусь на некоторые силы. И на следующую минуту, меня забирают в тюрьму и вся моя сила исчезает. Так. Но, в этом мире, это всё хорошо? Удом и хитро, это все плохо? Понятно, но как вообще люди общаются с друг другом без света? Это нормально! Я истинникам в этой стране, даже не свободно. Да, с людьми все было нормально, им не нужен света. Я истинникам в этой стране. Это, как Клоуа, для того, чтобы путешествовать в стране. Я здесь, чтобы освещать мир для людей из внешнего мира. Таких как ты. Таких как я. Да? Да. В смысле, не нужно объяснить? Я истинникам в этой стране. Я истинникам в этой стране. Ну да, но должна ли объяснять еще? У тебя же были неприятности без света, да? Ну, правда. Я истинникам... Вот видишь, я помогаю... Что-то не так? Кроуа, опасно! Кроуа, осторожно! Ух-а-а! Ух-а-а! Ух-а-а... Ух-а-а! М-а-а... Ох! Э-э-э? Э-э... Я не думал, что я не думал. Если это случилось, я не могу, чтобы не уйти... Подождите, Кроши-сама, мне не понимает. В этот мир я не понимаю, чтобы мне, что Кросси-саму, я не вернулась для Космосферы в космосфере! Если я смогу заново осветить этот мир. Но почему вы нападаете на нас? Это... Потому что у тебя не должно было быть возможности осветить этот мир. Слово совершенно разное. Первый, что этот мир с暗ок на то, что кто-то убрал из-за кого-то... Невозможно заново осветить этот мир. Леди Клоша. Я думал, что это было невозможно. Я был уверен, что ты не сможешь освободить свет из той ужасной тюрьмы. Но почему? Вы так быстро не можете взять. Я не могу его найти. Время... Я не могу его найти. Как ты так легко с этим справился? Я спрятала его там, чтобы никто не смог его там найти. Клоша... Может быть, он隠ся на землю? Я... Это ты! Я в таком месте... Это... Это... Так это была ты! Если есть возможность, еще процентов на 10 себя прибавь. Вот так. Так это была ты! Это ты меня... Заперла в той тюрьме. Как ужасно! Почему ты это сделала? Почему вы это сделали? Почему вы это сделали? Потому что я не могу сказать такое, что такое? Почему? А чего я должна тебе отвечать? Мне нужно адвиваться по себе... А почему я самому желаю вам это не дать? Почему я тебе должна отдавать ключ от своего разума? Сдавать? Так... Я пришел сюда не за тем, чтобы... Я не обманешь? Почему ты относишься ко мне так угрожающе? Почему? Я не знаю, что я не знаю, и я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Почему? Ты же пытаешься захватить мой разум и даже не знаешь этого? Если я хочу победить, то я не могу решить. Ты же пытаешься захватить мой разум и даже не знаешь об этом? Ты пытаешься меня изнасиловать и даже не знаешь, что это изнасилование? Вот. Значит, если пытаешься захватить мой разум, почему бы тебе не ответить на этот вопрос сам, самому? Причина, по которой Леди Коша не хочет, чтобы в этом мире снова сиял свет. И снова выбор. Как я уже предупреждал, в этой части полно выборов в космосфере. Ну, не все они ведут какую-то разницу. Нет, здесь разница очевидна. То есть, если я отвечу неправильно, да, то это все. Вот. Если я в данном случае отвечу неправильно, то Коша, насколько я помню, меня выкинет. Ой, ты еще установку не видел, Фесс. Вот Берес тебе про это сейчас все расскажет. Особенно в исполнении Шурелей. Особенно в исполнении Шурелей, да. Это просто... Нечто. Вот. И так, если здесь ответить неправильно, то Коша, просто-напросто, насколько я помню, выкинет Кро из своего разума. Ну, здесь, на самом деле, по-моему, немножко ошибочка вышла, потому что они все-таки дыряют через прокси, и Коша не должен, просто-напросто, так выкинуть из своего разума. Ну, вот, тем не менее, по-моему, это как раз-таки произойдет. Сейчас проверю. Да. Так, насколько я помню, правильный ответ второй. Но мы пока посмотрим первый. И он означает, что Коша пугается людей, которые хотят увидеть ее разум. Что, испугалась я? Чего мне еще бояться? Кроуша-сама, как так и не видно, что Кроуша-сама, так и не видно, что выкинувшись у себя в своей стране. Ты запретила Лантерну осветить в этом мире, потому что ты пугаешься мысли, пугаешься мысли того, что люди увидят твой разум, твой мир, да? Все в порядке, я здесь не для того, чтобы обидеть вас. Но ты меня уже обидел. Что? Ты меня так обидел, да, я чувствую себя униженной, да, здесь вообще как бы деградировать, да, слово, но здесь вероятно униженной, да. Что ты имеешь в виду? Ч-чуть, Кроуша-сама, успокойтесь! Погодите, Леди Коша, пожалуйста, успокойтесь. Я знал это, ты никогда меня не поймёшь. Ты только что сказал то, что я больше всего презираю. Если ты даже этого не знаешь, пожалуйста, уходи из моего мира. Я просто... Да, проваливай, убирайся. Ты мой враг. Упс. Было быстро. Она уже тебя ненавидит, да? Не позволяй этому до тебя добраться. В космосферах обычно не существует такого понятия, как память. Поэтому, может быть, ты пытаешься поднять её чувства и снова войдёшь сюда? Да. Как бы, сюжет продолжается, но космосферу мы не закрыли. Вот. Как я и говорил, его выкинул из космосферы. Хотя, опять же, по идее, не должно было этого произойти, потому что он погружался через прокси Луки. Ну, только при условии, что Клоша не превысит Луки. Ну, да, при условии, что Клоша, сила Клоши не превысила силу Луки в этом ударе, как вариант. Как бы то ни было, правильный вариант, это второй. Да, она уже забыла. Если бы я сейчас погрузился после этого, она бы тоже уже поплопала бы ушами, и всё нормально. О, да, памяти нет. Значит, второй вариант означает, что все существа для Клоши являются угрозой. Так и есть, все существа — это мои враги. Да, верно. Может быть, это и правда. Может быть, это и правда. Для меня, что действительно вернется, это только моё желание, и только моё желание. Значит, все, о чем я буду верить, это моя собственная воля и мои собственные создания. Я понимаю, что это чувство. Да. Но я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. И даже если кто-то пытается быть со мной приятным, они всё равно будут меня использовать в будущем. Я думаю, что это может быть. Вполне может быть. Ты пришёл сюда, потому что я тебе приказала. Но, собственно, ты сам ведь хочешь меня использовать, правда? Я не знаю. Но, верно. Я не знаю. Я не знаю. Это никогда не входило в мои планы, да? Но, вообще, я использую вас только по одной причине. Вот видишь. ты тоже пытаешься мной манипулировать и использовать. Я использую вас. Я пытаюсь использовать вас только за тем, чтобы быть близко к Леди Клоше и исцелить её разум. Что? Ты что, влюбился в меня, или что? Нет. Это не то, что я имею в виду. Я принадлежал к Леди Клоше. Правильно. Если только обеспечить службу, то, чтобы убежать их. Я не могу, чтобы убежать их. Я, рыцарь, которому было приказано защищать Леди Клоше. Я могу просто забить на всё и... просто охранять её непосредственно. Но, я так же хочу стать кем-то, с кем Леди Клоше будет комфортно себя чувствовать. Я хочу стать рыцарем, который смог бы о ней заботиться, и чтобы это сделать, я хочу понять её немножко получше, чем сейчас. Вот, они используют худшие вот слов, которые, в принципе, здесь не следует, на самом деле, использовать так часто. Вот. Ну, в общем-то, Элоквен переводится как красноречиво, да? Как красноречиво. Я, к сожалению, что это страшный бак, и сейчас требует комфортно отправлю, поэтому могу сказать... Что, 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 Паш? У меня страшный бак, и я... ...предельный бак, нет. Я знаю, у меня есть и другие планы. Я хочу... чтобы Леди Клоше меня считала своим другом. И, собственно... если... я стану фаворитом Леди Клоше, то меня будут все уважать. Я хочу, чтобы вы приняли все вот эти вот пути, с помощью которых я вас использую, и мои чувства по отношению к вам. ... ... Я могу сделать это, чтобы вы могли бы обеспечить. Я тоже, что у меня была права, на самом деле, в этот момент. Мы постепенно идем к тому, что мы с друг другом становимся честными. Ну... Я так, что вы говорите, что я устал. Я так, что ты говоришь с тобой. Пожалуйста. Прошу прощения. Я иду с моим противом, и... я иду с этим, и... Что-то я не думал, что... Я не думал, что ты сможешь отразить мою атаку, что исполнить мой приказ и вернуть свет в этот мир. Я был в самом деле. Я решила, чтобы понять что-то, что я не могу сделать. Я решила сделать все, что угодно, чтобы показать мою честность по отношению к вам. Если говорить так, то я не могу не обраться. И кем же после этого буду, если тебя не прощу? М? Я же дело, как я могу нарушить обещания. Хорошо. Я позволяю вам обещать свет в этом мире. Спасибо. Спасибо. Но... Я разрешаю... Я разрешу... Я разрешу... Може мой. Я разрешу... Я разрешу... Вы не могли бы показать, но и другие люди не могли бы показать. Понятно, я буду сотрудничать с всеми силами. А, и еще. Не забывай, что все, что ты видела, это далеко не все. Ты еще ничего не видела. Конечно, я понимаю, мы же только что начали. Я рад, что Леди Коша зажгла для меня свет. Да, я понимаю. Да, я понял. Если вы понимаете, то это все хорошо. Очень хорошо. Я зажигаю, я сейчас зажгу свет. Ух ты, наконец-то свет появился. Я светлый. Ух ты, наконец-то светлый. Ух ты, наконец-то светлый. Ух ты, наконец-то светлый. Ух ты, наконец-то светлый. Если ты меня предашь и обидишь в этом мире, я немедленно тебя отсюда выкину. Да. Так что, я не могу. Я буду делать. Да. Я постараюсь в своих силах, чтобы не допустить этого. Сэсэк, я буду. Да, тебе лучше постараться. Кроа, спасибо. Кроа, спасибо. Все хорошо, Лантерну. Да. Так, я тоже могу сделать это все-таки мощное. Да. Теперь я смогу вернуться к работе и помочь тебе. Если кто-то БРС помнит, то она в предыдущем стриме, да, она кидала просто пэрболы обычные. Кто визжал? В смысле? Я что-то не понял. А, понял. Все, теперь понял. Сейчас. Одну минуту. Уже поздно. Ладно, поехали дальше. У меня просто комп повесь. Да, я понял. Ты его перезагружал? Да, да. Странно. Ну, видишь, смотрю, твоя система уже вообще все, да? Нет, это я знаю почему. Вот. Короче, на предыдущем стриме она просто кидала фаерболы. А теперь она будет создавать на втором уровне такую вот тыквочку, да? Которая будет поджигать и подрывать противника. Которая будет поджигать и поджигать и поджигать и поджигать. Ну, я не знаю, что это такое. Это знак того, что разум Клоша принял тебя. Так как ты был принят ее разумом, теперь ты можешь погрузиться немножко глубже. То есть, я не знаю, что это такое. Парадигм Шифт произошел потому, что я был принят и смог вновь осветить этот мир. Да, нечто вроде этого. Парадигм Шифт позволит тебе пройти глубже и создать более сильную магию. Это как говорится о том, что дайвере. Рейва Тейл и дайвер, которые понимают, что они сочетают心 и смутят на сильную магию. Понятно. И что я должен теперь делать? Кроушет с Стоунхенджем. И Кроушет в Стоунхендж. Вот так. Отправляйся вместе сплошь в Стоунхендж. И пусть она войдет в свет. В эту колонну. Это завершит твой первый парадигм-шифт. Понятно. Спасибо. Вы действительно не любите. Только один. Человек не смеется к дайверу, да? Ты такой простой, как пробка. Давайте я сразу скажу, что хорошие дайвера у них не должны быть такими глупыми. Хорошие дайверы? Да, хорошие дайверы были в первой части, и он там был главный герой. И что он был далеко не умный, то я бы здесь еще с Инфель поспорил. Что хорошие дайвера не должны быть такими глупыми. Я пытаюсь это запомнить. Скорее, Кро просто скромный и воспринимает информацию. Вот и все. Скорее, Крсишко много. Но это еще тоже, да, как вариант. Я что, действительно должна пойти внутрь? Ты боишься? Нет, но... Принимая тебя глубже, в свой разум, это действительно даст какую-то пользу. Парадигм Шифт это нечто, что вы сами создаете. Это не должно быть форсированное событие. Сама? Да. Значит, я приняла тебя. Я все еще не могу это поверить, но... Давай я тебе кое-что скажу. Это не означает, что я полностью тебе доверяю. Так что, если ты сделаешь что-то подозрительное, я немедленно тебя выкину из своего разума. Да. Тогда я пошла. Все завершено. Отлично, отлично, хорошая работа. Теперь ты можешь погружаться в коши еще глубже. Угу. Ну, вообще, звучит легко на словах, но чем глубже ты будешь погружаться, тем труднее. будет становиться мир. Вот мне интересно, сможешь ли ты с этим справиться. И чем глубже ты будешь погружаться, тем больше испытаний выводит на твою долю. Действительно ли ты сможешь стать партнером в кошку? Я стану партнером. Ну, если все, что для этого требовалось... Если энтузиазм это единственное, что для этого требовалось бы, то любой бы себе справился. Ну, посмотрим, как получится это у тебя. Я просто буду наблюдать за этим. Делай что хочешь. Ооо, да, я буду, я сделаю. Даже если ты не будешь на этом настаивать. В любом случае, ты закончил первый уровень. Вот перевод вообще. Да, перевод здесь вообще что-то совсем уже. Какие-то дали совершенно откровенные пошел. Вот, потому что страта... Ну, какая страта? Ну, правда, ну... Что-то уже чересчур. Стрим, ну, в принципе... Мне ничто не мешает провести его минимум, как минимум на часа ночи. Вот. В зависимости от того, как у вас, ребята, еще будет со временем. Потому что, да. Для себя стримить я, конечно же, не буду. Вот. Мои поздравления. В следующий раз, когда ты будешь погружаться, ты попадешь на следующий уровень. На второй уровень. Космосферы. Мир, может быть, будет выглядеть одинаково, но он совершенно разный. Единственное, что я могу тебе сказать, вот, это то, что мир, кстати, и его прохождение станет значительно труднее для тебя. Без сомнений. Стратом — это пласт, оказывается. Стратопласт, да? Ну, что-то они загнули, реально. Загнули. Загнули. Слишком загнули. Какая страта, какой пласт. Ну, правда. Ну, сразу-то на латынь переводили, чё. Да, действительно. Значит, и если ты думаешь, что ты для этого готов, можешь возвращаться. Ну что ж, я теперь с тобой попрощаюсь. Если мы увидимся, значит, увидимся. Лоли, алхимиков, рели, они не лоли совершенно. Лоли, алхимиков, рели, они не лоли совершенно. Далеко не лоли. Похоже, вы создали какую-то отличную песенную магию. Но если вы продолжите погружаться, то вы сможете создать еще более сильные песни. Ну, с другой стороны, создание больных сильных песен, ну, это уже дизайном гастов непосредственно вопроса. Так бы, да, ну, по официалу они не лоли вообще. Вот. С другой стороны, создание больных сильных песен, соответственно, требует большого риска. Поэтому будьте осторожны. Поздравляю, леди Клоша. Естественно. И я извиняюсь за то, что принес столько неприятностей из-за того, что я так слаб. Ну, это все правда. Все это произошло только потому, что ты так слаб. Я даже должна была погрузиться с каким-то крестьянином. Теперь, когда ты это понимаешь, ты должен стараться и тренироваться еще сильнее. Да. Ух. Это был первый уровень космосферы Клоша. Так. Итак, у нас после погружения, соответственно, еще больше теперь сцен в гостинице, топиков для разговоров. И здесь уже рыцари появились, хотя раньше их не было, совсем обнаглели. Они пришли отдохнуть. Да, они пришли отдохнуть. Они нападают на тебя. Да ладно. Спасибо за то, что ты мне помогла с погружением в Леди Клоша. Это действительно спасло меня. Да, все нормально. Если бы я могла тебе еще чем-то помочь, просто скажи. В любом случае, дьява просто потрясающе. Никогда не видела, чтобы кого-то так быстро выбросили из космосферы. Да. Какого-то так резко отвергли, скорее всего. Да, отвергли. Да, это был мой первый раз, поэтому я вот думал, а как это быть внутри чего-либо... Какого-либо... Да, чего-либо разума. И... Правда, что дайверам действительно приходится тяжко. Но это было исключение? Да? Слушай, если тебе понравилось, может попробуем? А? Вот опять это вот лицо, вот эта вот фраза... Ну, вы все поняли. Надо меньше считать. Да, вы все поняли. А? Хочешь посмотреть внутри моего разума, а? Ээээ... С чего ты меня об этом спрашиваешь внезапно так, а? Ну... Потому что... Теперь, когда я об этом думаю, я никогда не совершал серьезного погружения. Ну, мы никогда не путешествовали или сражались вместе, поэтому... Я подумал, что, в принципе, бессмысленно... Эээ... Погружаться. Но, теперь, когда у нас есть для этого причина, я могла бы использовать более сильные песни. Ну, в принципе, ничего не знать, сколько не виделись. Ну, понятно, но... Но... Что? По-моему, Лука с ним заигрывает. Откровенно, просто, вообще. Да ты чё? Да, вот правда, Паш, вот я реально говорю тебе... У меня просто глаза сейчас вылезли, и вообще... Какая неожиданность. Да. Но, всё ли будет в порядке? Это, разве, не повлияет на твою работу? Да. Всё будет нормально. Мир, который я использую для терапии, он... Отличается от моей настоящей... От настоящей космосферы. Поэтому, ни на что это не повлияет. Кстати, насколько я успел заметить, они очень много где заменили космосферу на духовное пространство. На солнце. Да, ну я не уверен, что это правильно. Я тоже не уверен, что это правильно. В своих случаях особенно. Ну там в одном месте, это правильно? Да. Ну, вроде трёхки, что ли. А, ну тогда всё нормально. Может быть... Может быть, это всё будет зависеть от твоих возможностей погружения непосредственно? Эй, ну погоди минутку. А, ну вот опять, опять. Может, это будет зависеть от того, импотент ты или нет, если переводить на человеческий язык, да? То есть, ну, вот такое вот дело. Ой, Лука-Лука. Да я просто шучу. Проблемы на самом линику нет, не обеспокойся. И... Кроме этого, я хочу, чтобы ты в меня погрузился. Вот почему я об этом сказала. Лука... А, ну, это действительно очень смущает. Но... Но... Когда мы в следующий раз пойдём в магазин погружения, мы и сделаем это. А, конечно, если ты не возражаешь. Ахахах, я так рад. Да, теперь можно погружаться в Лука. Какой ужас. Какой ужас, Коша вообще настаивала. Коша не настаивала о том, чтобы я в Лука погружался. Да, понятно? Понятно, Паш, понятно, да? Это было ужаснейшим. Вот. Более того, если ты помнишь, что происходило во второй пазе, и как она оценивала диалог, когда она встретилась с Лукой, помнишь? Первый раз. Я не помню. Давай. Давай. Вот. И, соответственно, после каждого прохождения уровня космосферы она меняет свой диалог немножко. То есть, раньше она говорила, что ты сюда приперся ночью, а теперь она говорит, что если у тебя есть какие-то дела, то, пожалуйста, давай побыстрее. Вот. Вот. Потому что она уже так особо не возражает, чтобы он приходил к ней ночью, да? Вот. И, соответственно, первый топик называется о том, что произошло. Похоже, что ты был отвергнут мной в моей космосфере. Ты... Ты... Ты бы... Сейчас. Как бы это нормально так... Ты же не пытался воспользоваться тем, что это космосфера... Да, ты же не пытался воспользоваться тем, что это космосфера и сделать что-то такое со мной, да? Ну... Я бы хотел кое-что сказать об этом сам. А, так ты хотел что-то сказать? Ну, давай, вперед. Ну, меня, вообще-то, ударили без предупреждения в тот самый момент, когда я погрузился. Что? Вы меня ударили немедленно в тот самый момент, когда я обнаружил вас после погружения. Что? Вот так вот просто внезапно? Да. И, в общем-то, Ген упомянул, что это был мировой рекорд, по сути, в истории для самого короткого погружения. Я даже не успел ничего сказать. Вы назвали меня чужаком и просто-напросто выкинули. Это было словно биться с каким-то ужасным противником, ужасным злодеем, которому очень хотелось проверить новый выкованный меч на мне. Интересное первочерское сравнение, Паш. Ну, это нормально. А, ну, ты рыцарь, поэтому ты бы мог просто, я не знаю, ударить в ответ. А, то есть вы хотите сказать Леди Клоше, что я должен был поднять свой меч на вас, да? Это разве не последнее, что я должен сделать? А, ну... Сделай, ты... Могу что-то сделать, если это действительно рыцарь. Что ты за рыцарь вообще, если ты не можешь положить на лопатки простую делу? А, то есть мы теперь так заговорили. Ну, ладно. Пожалуйста, примите в... В принципе, такую ситуацию, в которой Дева непосредственно сама поднимает меч на рыцаря. поймите насколько ненормально дело дема поднимается на марицы космосфера номер один дяди кошелы хорошо себя чувствуете на что ты имеешь ввиду у вас был парадигм shift поэтому меня немножко беспокоит ваше состояние а понятно значит ты все-таки не настолько безнадежно не может быть я не так хорошо себя повел потому что не был знакомым ситуации ну в этом случае просто делай больше парадигм shift в будущем понятно будет сделано так что это означает что я могу погружаться продолжить погружение продолжить погружение да ну в этом состоит твоя миссия этого не было это конечно заключается в том чтобы меня защищать это не было бы необходимо что я просто немножко уже устал у меня банальный язык запитается вот я даже как бы вот постоянно говорю говорю у меня тут корни пересохла подруга я не знаю воды в этом не был в этом не было бы необходимости если ты был сильнее мои извинения ну если у тебя есть время для того чтобы так вот болтать пожалуйста сфокусируйся на чем-нибудь другом например на своей тренировке 26 тем все правильно и так в этой части во второй части впервые была представлена механика которой не было в предыдущей а именно теперь рива тейлы могут разговаривать не только непосредственно с главным героем они могут разговаривать между собой на что это влияет я объясню сразу же после окончания разговора и так и бою это лучше пояснить до бою и так той ночью как пока все спят и той же ночью до же ночью на самом деле все остальное для этих ложь и почему бы нам о чем-нибудь и поговорить я не возражаюсь у тебя есть тема для разговора и так первая тема называется первое погружение кроа в любом случае кроа меня действительно беспокоит почему ну он не может даже совершить нормальное погружение если бы давайте ребят давай да да если бы тебя там не было он мог бы и вообще не совершить успешное погружение и так опять они там замутили с переводом секунду вот это слово наказывать право наказывать пожалуйста обязательно приходить еще я потом в описании канала и начать и напишу когда будет следующий стрим смесь и он будет в пятницу в опять же в 8 часов вечера будет проводить его пошли 8 вряд ли это будет написано на канале будет написано на канале да и в принципе надо анонс пилить чтобы на почту если что давно так и как он может вообще вот так вот себя вести когда он был по сути наказан мною в космосфере и просто вернуться и как будто бы ничего и не было вообще допустить чтобы я из космосферы просто выкинула вот и вообще потрясена как он может так функционировать как рыцарь да как он может быть рыцарем и как он может таким отношением но вообще я очень благодарна тебе за твою поддержку лука и лука все тогда отдай мне первый раз кровь отдай мне его не все кстати вот здесь они все-таки видимо в оригинале не было того что здесь было в низовском переводе что конкретно имеешь ввиду я сейчас напишу что было в низовском переводе здесь вот так было в оригинальном пинов смысле в официальном переводе в оригинальном переводе лука прямо сказала что отдай мне девственность кровь вот прям до лоб а дай мне девственность кровь а здесь она немножко более скромная она говорит что отдай мне первое первое погружение кровь а ты что-то сказала не не ничего такого и так здесь справа написано уровень синхронизации 2 процента между соответственно лукой и клоши что это означает опять же чуть попозже так и у нас еще одна тема с лукой правда правда же вот именно правда она просто в своей манере проведения такая не то что нам космосфера какая-то антропия что-то еще она сама такая товарища не все себя так или кроме аурики но вот первое погружение крова да ну и как она быть внутри лизе клоша и стоп я же не должен об этом говорить да ну да но я имею ввиду крое тоже был то первый раз твой первый опыт погружения был забран леди клоши вообще действительно странно что я ни разу до этого не совершал погружение но я чувствую гордость что это было леди клоши я бы была хотела бы быть твоей первой я тоже не грачника не совершала погружение кроме терапии я я хранила себя для тебя однако твой первый раз был забран прямо перед моими глазами ну да ну и ко всему прочему мое погружение было сугубо просто бизнес чтобы помочь непосредственно своим погружением это было простой прокси ничего личного просто ничего не личного просто фокси просто бизнес мне очень обидно а ну не жаль но вообще мое погружение следи клоши тоже принципе был бизнес деловое погружение да да ты прав я понимаю лука 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 перестать лука остановись лука ставь сериус ли они оба далеко не тяжелого поведения обе тяжелого это как но он пишет про легкое ну а тяжелое это как противоположное прошло отмазался вот итак теперь когда мы можем погружаться в луку собственно почему бы это и не сделать давайте давайте погрузимся в луку вот и даже она вот 5 лука забирает у меня управление да не контролирует персонажей кошмар какой лука ты как раз вовремя я подготовлю все для тебя и ускорю эти приготовления спасибо да не не час будет плохо если заставлю ждать твоих клиентов вместе не будет терапии у меня будет нормальное погружение схем что ты что будешь погружаться в луку я не удивляйся ты так это так смущает как я не могу быть удивлен и ты если что-то случится внутри разума лука луки ты далеко от меня не убежишь слушать это блин вообще так пугает пожалуй я обойду себе с погружения наверно нет слушай кен перестань сродать ерундой прости но на самом легенды вряд ли чем кроме сделал вот сомневаюсь но видя что он погружается такого популярную терапевта как ты лука я могу только чувствовать зависть я уверен что многие да я уверен что отверни мания я уверен что многие из твоих регулярных клиентов почувствуют то же самое зависть о том что кто-то погружается непосредственно нормально без всякой терапии в луку будьте тю 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 да что это действительно такой просто офигительный опыт что ли вот я думаю ты знаешь но это достаточно трудно делать да ты права и погодите минутку я все-таки наверно не буду погружаться сегодня ребят стоять с меня хватит что стихнуть ну ты посмотри ну стоять я была такого в оригинале пашки нажимай ска не погрузили мне кажется что если зайдет дело слишком далеко то лука просто-напросто убьет их обоих на месте крово я бы тоже туда побежал бы страшно пожалуйста дайте передохнуть я не могу больше мы перестанем часто разговаривать так страшно ты мой первый истинный партнер для погружения поэтому я немножко боюсь поэтому пожалуйста позаботься обо мне да 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 то же самое позаботься обо мне а а так ты не погружаешься ладно пошел кстати ген говорит что даст скидку ничего не дает блогу да паш балабол же балабол добро пожаловать до никаких проблем города спасибо за твою помощь ты действительно мне очень помогла рада это слышать ну ну как было и какова была ее космосфера как мне сказать я только что вспомнила что спрашивать о чей-то космосфере это плохие манеры и тебе бы лучше не отвечать даже если тебя спросить буду спрашивать еще об этом а ну ладно в любом случае да ты сюда пришел развлекаться правда устраивайся как дома конечно вот как бы небо и земля по сравнению с космосферой клоша да посмотрите на эту притерность как сакар этот зефир это печенье и скажу больше с любой другой да с любой другой в принципе вот мне кажется что это немножко ненормальный даже когда первый раз даже в третьей части такой фигни нет вот даже когда я сюда первый раз непосредственно пришел да и паша тоже давно космосфера сразу поняли чё тут не то да паша давай смотреть дальше значит вишневый город деревня выглядит красиво да да мы уже видели да где-то мы эту деревню уже определенно видели вот но здесь никого нет сарева не какого крыла на томе дакина мэра так рада я но это потому что это деревня только для тебя кро дюка люка я касса ваташ на космосферой до киний текретак на добро пожаловать мою космосферу ну что тебе нравится а кире на сэгайда на гендитму коре край кире дату и индуклина что-то по-моему у кроне большое помрачение да это очень красивый мир я хотел бы чтобы реальный мир тоже был бы таким красивым на грум парень помутился рассудком я так рада это слышать этот мир целиком для тебя да он твой делай здесь все что захочешь например ты можешь есть тону зефира а если ты не захочешь заставим правда дать и как у него и на мотоста крышка и ненитаря да я имею ввиду что здесь никого нет кроме нас на нее я тема далее не у короля лукатому ней секунды и важно что будем здесь делать и никто на нас здесь и не будет в этом мире сука скачки у нее варитем на на него что и нока понятно но слыша это так что внезапно я даже не уверен что мне делать сока ташка неそうだよね да ну я полагаю ты прав мне кстати для того чтобы переводить сходу и делать живой перевод еще тренироваться и тренироваться на самом деле на самом деле это довольно сложно да это очень сложное дело и здесь еще они до диски такие слова используют что и вот и на самом деле люди тренируются годами чтобы нормально делать а у меня по сути ну полгода максимум на самом деле это хороший перевод в том смысле использование тех слов просто отступление на самом деле то что мы видели от низ и то что обычно бывает это если на русский переводить это на уровне молдановой рамы в чем дело здесь мы сделали литературный период поэтому это все таки вот такая вот тренировочка да то есть это не тривиальным это правильно как бы да тем не менее для того чтобы ненормально в живое общение переводить еще тренироваться и тренироваться стрим это не просто как для удовольствия для идея стримы но это еще некая дернировка лично для меня спалился поиграем они боку и надо совсем в роли входит из салочки салочка генси кайре то дай на утонага они Но если бы это был настоящий мир, для нас, взрослых уже людей, как-то играть в залочки, знаешь, это смущает. Вот, но так как мы здесь одни, можно играть в залочки, я не знаю, можно, короче, лепить снежки, да, и вообще забавляться как дети. Я-то такого не было, ну, просто-таки, они друзья детские, собственно. Да, детский сад, ребят. Да, здесь мы можем бегать сколько нам душе угодно, и это будет вообще не будет нас смущать, потому что здесь никого нет. Да, но... Вот как заговаривает-то, а, зубы. Ой, Кро, слушай, ну, ты всегда отрицаешь истинного себя, ты, понимаешь, должен расслабиться, выпустить стресс. Нет, это нормально, но я думаю, что это не будет, но... Ну, ты понимаешь, в этом нет проблемы. Хм, просто не уверен, что у нас получится нормально играть в залочки только с двумя людьми. Что-то, ну, так же. Это, значит, я пригласил гостя. Ну, да, как бы, ведь очевидно, что та лука из пролога, это та самая лука, которая у нее здесь трусы его закрала. Это, собственно, вот эта. Да. А, это и все. Ну, сейчас я позову просто фантастического гостя. И сегодня у нас на передаче... Вы меня звали? Н-надо? А это так не проявляется, на самом деле, еще. Ты потом все поймешь. Не ва, прикол. Потом будет. Да. Что за... Эмико-чанна, я сделал. Это Эмика, улыбчивая девчонка. Я сама ее создала. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эмику-ку, еще не уникок. А мне было злобного снега. Да ладно. Это ж лука. Она всегда так смеется внутри себя, Фаш. Ну-о-о-о. Так, Эмика с вами поиграет в салочки. Теперь проблем нет, правда? Я... Ну... Ну, полагаю, да, проблем нет. Ну, что ж, тогда будем играть с Эмика. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эмику, он не тайский! Вот что-то я не могу понять, где из данного перевода. Она, походу, повторяет просто звук из слова и говорит, да-да, это аптегенд, да, Фаша? Нет, скорее она говорит, что это любимая игра Эмико. Ну да, это, наверное, в этом парне, что... Да, Салочка это любимая игра Эмико. Перевод какой-то реально запутанный, тем не менее. Ну да, был запутанный. Че- че- че-то, что это? Эй, минутку, че это было? Это был... была винтовка М-16. А еще там было УЗИ, стопроцентно. У-у-у, нан-демоннайо? А не-не, ничего. Нандак эксайтинг штехне. Будь-будь, в этом мире ты не делаешь, что бы с тобой не сделали. Эксайтинг на хоу гаттанасий Деше? Ну... Теперь все будет действительно интересно, не беспокойся. Ты же не умрешь в этом мире, не важно что с тобой произойдет. В этом мире ты не умрешь, что бы с тобой не сделали. Что бы с тобой не сделали, да. Это добавляет адреналина, да? А теперь беги, спасай свою жизнь, Крова. Ой, Лука! Эй, Лука. Так, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Окей, считай до десяти. День, два, три. Окей, считай до десяти. И я вас в зар... поймаю вас. Один, два, три. О боже, я должен бежать отсюда. Беги, беги, Крова, беги, беги. Так, как тут выходить из Рианимир? Зачем тебе? Не страшно. Задоится помешанное с УЗИ. Так, но по-моему, насколько я знаю, все эти локации это одно и то же. По-моему, да, только локация другая будет просто. Да. Эй, погоди, Крова. Лука? А нет, другое, аж другое. Ой, да ладно, я наконец-то смогла спрятаться и вообще будет бессовезно, если ты сюда тоже припрешься. Да, но я не вижу, что... О боже, да я нашла вас обоих. Вот опять это. Их не берут такими, они заражаются. Да. Вот опять, посмотрите, перевод. Fishing and troubled waters. Вот зачем? О боже, это ловля в мутной воде. Рыбалка в мутной воде. Ну это понятно, но это выражение. Это фразеологизм. вспомнить чтобы он еще означает сейчас без а без труда и не выкинуешь рыбку из пруда по моему да вот значит двух зайцев одним махом а и ладно а понятно нас обнаружили эмико у эмико есть проклятий бежим минутку если ты будешь так бегать в этом маленьком пространстве а прости лука и не кидай меня вниз ты о нет нас поймали это все своя вина крова говоря это знаешь когда я просто шучу я не злюсь нисколько меня чуть нет тебя чуть не убила но все нормально крова ты же правда ведь понимаешь есть несколько стадии смерти если ты почти мёртв это не означает что ты полностью мёртв и если ты почти мёртв это означает что ты почти жив до эмико победитель ахаха ты права мы в этот раз проиграли спасибо за то что проиграла с нами эмико эмико тоже было много веселья увидимся в следующий раз все уходи уходи отсюда ну что разве этого бег по округе не снимает стресс снимает стресс ты серьезно что ли значит на тебя это не работает понятно как бы да но такого терапевта я бы тоже не пошел до на тебя это не работает очень жаль обычно очень популярна популярна а да она популярна с клиентами имею ввиду эмико у клиента что правда что ли да а я поняла давай пойдем на цветочное поле но очень красиво конечно очень главы создали песенную магию опять они перевод свой закрутили нереально скрытая скрытая что тем трасс это случайно не желание лечит вроде этого сейчас завалированная искусительница предлагает слова яндекс предлагаю за тем трасс это очень точно искусительница хорошо значит скрытая искусительница до уровень 1 а эмико зачем такой перевод зачем мозги сломаешь себе ну не перестарались слишком перестарались ну и то что мы идем на цветочное поле красивое место правда я люблю это место и икро хочешь полежать на моих коленях полежать на твоих коленях да я имею ввиду я для тебя пока ничего особо этого не сделала хорошего ну поэтому я вот думаю может быть ты сможешь насладиться отдыхом на моих коленях даже если это только внутри моего разума а понятно ну это немножко странно ну ладно кроа 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 ну ты чё то ты слишком резок вот собственно арт ну что что ну что ну что тебе приятно ээээ да отлично эй эй кроа ты знаешь что-нибудь о снеге нет правда но он же так красив давай попытаемся немножко вызвать как хочешь да погоди минуточку сейчас я сконцентрируюсь дай-ка я увеличу изображение вот да да это снег вау что-то белое падает с небес с неба да если ты взглянешь немножко поближе это он во всяких красивых формах к кристаллы ты действительно знаешь много лука хе-хе это я просто учусь и вижу множество вещей и что чтобы я смогла разнообразить свои миры понятно значит ты используешь этот мир для своей работой да да но я так рад я так рада ты вспомнил меня кроа так что ты говоришь разве это не естественно в спорте у loner Да, по-моему, как раз это какие-то отсылки все-таки. Да, да. Такой намек, что лайнер нифига Мишку не вспомнил, а вот Гро, в отличие от лайнера, у него... Да, я же его не видел. Да. А у Гро... Лайнер, собственно, не вспомнил Мишу до третьих лаз. Да. Вот. Они тоже друзья детства, но он не вспомнил вообще. Да, амнезия к фигу. Ну, я говорю о том, что, знаешь, уже прошло 4 года с тех пор, как ты отправился по Стали. И мы с тех пор очень редко друг друга видели. А что бы я сделал, если бы ты забыла обо мне? Я так беспокоился. Но ты вспомнил, и ты пригласил меня по Стали, как ты обещал. И... Я же тебе все еще нравлюсь. И... Лука. Хе-хе-хе, я так рада, так счастлива, так удачлива. Блин, как я знаю. И извинись за то, что слишком почувствовал себя дома. У тебя не болят ноги? Нет? Все нормально? Я буду делать для тебя это в любое время, если ты захочешь. И вот тут, кстати, все уже понятно, да, что вот это вот на самом деле не совсем полноценная космосфера первого уровня Луки. Это тот мир, который она использует для терапии. Это раз. И все, что она до этого с ним проводила, это были, по сути, лечебные сеансы, которые она проводила с каждым клиентом. И да, в том числе, лежание на ее ногах. Так, а теперь давайте прочитаем, когда она нам это скажет. А не будем спойлерить на письмо. Она уже сказала, что это мир для ее работы. Да, но не более пока она сказала. Давай. Да, она и так уже... Читаем больше. В общем, она создала песенную магию, великий... Снежный светлячок. Нет, шторм. А, ну, да. Да, пози, великий, великий песенный шторм. Снежный светлячок, да. И вот, собственно, мы опять идем сюда. Опять. Крова сюда. Ух, это место, такое же исцеляющее, как всегда. Просто душу лечит, да, прям вот. Правда, тогда вновь полежи на моих коленях сегодня. И опять. Ну что, ты чувствуешь себя легче? Откуда у него на пальце кольцо, мне интересует, а? Отдельно. Да, такое ощущение, что весь этот реальный мир, это просто ложь. Хотелось бы мне остаться здесь навечно. Ну, если это ты, Кроа, то я бы не возражал, если бы я осталась здесь навечно. Будь осторожен в своих желаниях. Да, будь осторожен в своих желаниях. А? Да я просто шучу. Твое тело, оно выдохнется до смерти в реальном мире, если ты не вернешься. Ну, это как, короче, мы сейчас вот делаем виртуальный мир, да, вот эти все, КТЦ, Окулюс, да? Ты, короче, надеваешь на себя, собственно, эту виртуалку. Там, лежишь там сутки, короче, да, как вот и здесь. Потом, короче, выбрался такой, ааа, свет, белый день. Пожрал там пару сухарей и тут же обратно. Да. Вот. Ну, полагаю, что да. А, ну, конечно, мы же сейчас находимся в мечтательном состоянии. Это мечтание настоящее. Слушай, Лука, ну ты действительно потрясающая. Да. Вот. Даже несмотря на то, что мы находимся в мире снов, ты помнишь и понимаешь, что существует реальный мир. Внимание! Ни у кого из других ревотейлов, кроме одной, этому не удается. На первых уровнях были, на самом деле. Не удается. Миша помнила. Миша, кстати, тоже первый уровень намутила сама, просто отдельно. Да, точно? Да. А, ну да. Точно, сейчас вспомнил. Вот. Я к тому, что некоторые ревотейлы, если они хорошо прокачаны, да, скажем так, они могут каким-то образом взаимодействовать на свою космосферу. По умолчанию просто ревотейл вообще не знает, что происходит в космосфере, и только какие-то ощущения смутные они чувствуют. В отличие, да. Но некоторые ревотейлы могут прямой взаимодействовать. Но некоторые все-таки могут ее контролировать. Да, взаимодействовать и прекрасно понимают, что происходит, что делается и так далее. Вот. Ну, конечно, я помню. Я почти убил из себя напряженными тренировками. Вот. Да, собственно. Не знаю, сколько раз меня вырывало. Какие подробности, Булка, ну... Ты в порядке? Да, я в порядке. Теперь я бы быстро был вот так вот расслабиться. Благодаря этим тренировкам. Я рада, что я так хорошо для этого поработала. Хе-хе-хе-хе-хе. Тебе еще не нравилось, как я смеюсь. Да. Я знаю. Так, ну и как оно? Ты расслабился? Да, конечно. Отлично! Я сделаю для тебя это снова. Но и Кроа, как очевидно, все мало-мало-мало, и он хочет лежать на ее коленях. Судя по всему. Но учитывая, что здесь есть озвучка, это, скорее всего, последняя сцена. Кроа, ну давай, снова полежи на моих коленях. Ты так хорошо стараешься каждый день. Отдакай здесь сколько влезет. Эй, Лука. Что? Так, что-то случилось в космосфере Леди Клоша. Произошел парадигм-шифт. А? А? Лука, ты не делаешь парадигм-шифт? А разве у тебя нет парадигм-шифтов, Лука? Эй, то... Соно учитывая, что-то не делаешь? Ну, я думаю, что скоро-то поздно. Так. Так. Как дела? Какая-то, когда-то парадигм-шифт. А что ты вдруг так решил сейчас вспомнить о парадигм-шифтах каких-то? Ну, я слышал это в космосфере Леди Клоше, но разве ты не сможешь создавать более сильную магию, если у тебя будет парадигм-шифт? Ну, Лука, ты же сама сказала, что ты проводишь со мной погружение только потому, что ты хочешь создать сильную песенную магию. То есть, у меня нет такой ситуации в этом месте? В этом случае, разве должен я вот так вот отдыхать, тратить здесь своё время, расслабляться? Я должен сделать что-то, чтобы у тебя появился парадигм-шифт. Это нормально, если ты не беспокоишься так, что ты будешь спать. Ой, да не беспокойся ты так, это произойдёт, когда оно произойдёт, ты не должен так торопиться. Так. Понятно. Да, например. Да, например. Если ты действительно сможешь расслабиться и исцелиться в этом мире, то может произойти парадигм-шифт. Ну, я хочу сказать, разве это не будет означать, что... я смогла тебе исцелить всё... я смогла исцелить всё твое сердце. Это же действительно чего-то стоит. Так. Конечно, да. Понятно. Думаю, что ты права, а в этом случае. Да. Поэтому я уверена, что всё будет нормально. Всё. Пожалуйста. Ну, как раз. Как раз. Уживание клоуа. Так. Как раз. Так. Так. Руку его по случайности заслонил. Прости, я хотел бы тебя исцелить, но похоже, что Бороза заставила тебя слишком сильно волноваться. Да нет, это я должен извиняться за то, что сую свой нос куда не следует. Не извиняйся, это просто означает, что ты действительно заботишься обо мне. И думаешь обо мне, разве нет? Я счастлив. И внезапно Парадигм Шифт. А, это я ты сделал, твои чувства добрались до меня. Вполне может быть, в любом случае, я рад, что у тебя проявился Парадигм Шифт. Ага, ты абсолютно прав. Абсолютно. Вот, и почему, соответственно, узнаешь что-то позже. Потому что это большие спойлеры. Вот, я рад, что ты смогла... Что у тебя смог... Появиться Парадигм Шифт. Да, да. Так и есть. Какая-то теперь, как это выглядит? Я хочу тебе сделать это, что я не могу. Но, если я не могу, не могу. Интересно, а что будет дальше? Ну, хотя я полагаю, нет никакого смысла спрашивать эту Луку. Эхе-хе. Да, да. Хе-хе-хе-хе, ты прав. Что такое? Э? О-о-о, нан-демо не я. Ничего, ничего, ничего такого, не, не, ничего. Ну, я пошла. Сгоой! Хачмете мита! Ух ты, это первый, который я видела. Э? А? Первый парадигм шифт! Первый парадигм шифт! Так, правда? Правда? Ну да, обычно дайв терапия не вызывает парадигм шифты. Так, ну, ну, так, правда. Эээ, понятно, ну, по идее, так и должно быть, разве нет? Эээ, подожди, я же здесь не был ради дайв терапии какой-то там. А, так, да. А, да, точно. А, да, но, что я делал, что ты делал дайв терапия, да? О, погоди, то, что с тобой делал Лука, это, в принципе, была дайв терапия, да? Просто удивительно, что из-за простой терапии произошел Paradigm Shift. В любом случае это произошло, поэтому какая разница. Встретимся на следующем уровне. Ой, Эй, все ли в порядке? Что у вас тут случилось? Ну как бы, Кора проболталась в комплекте серьезно, что это была Дайв Терапия, если холода пика произошла в Paradigm Shift. А, это я знаю. Да. Который, вот даже БРС заметил, что вообще не к тему. Как бы да, она как бы дает каждому полежать на своих коленях, это все-таки Терапия. И как обычно, после прохождения космосферы у нас... Ну, значит, у тебя терапия не действует, ты иммунит. Так, итак, у нас сейчас должно быть две темы с лукой. Да, и собственно, лук опять уже поменяла свой диалог, она говорит... Раньше она говорила, Кро, как дела? А сейчас Кро, ты в последнее время так много ко мне заходишь? Итак, первая тема называется погружение в луку. Кро? Кро? Что? Ээээ... Ничего, не обращай внимания. Слушай, лук, если ты будешь так вот делать, это будет меня беспокоить. Эээ... Эээ... Да, ну... Эээ... Слушай, может ты хочешь еще раз в меня погрузиться? Мне бы это понравилось. Да? Эээ... Спасибо, конечно. Эхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Ну... Я знаю, слушай, если внутри меня такой какой-то странный мир, просто скажи мне... То есть, если будет что-то странное происходить. да определенно так и вот опять же эта фраза да я постараюсь как можно лучше если что-то такое не будете так исправить положение чтобы у тебя больше не было неприятностей и что ты действительно можешь вот так вот просто взять и что-то исправить внутри космосферы а ну извини похоже я здесь что-то заболталось да да так и следующий топик это космосфера номер один кстати кро ты вызвал внутри меня парадигм шифт да вот опять же замечу что лука прекрасно понимает что творится внутри у нее космосферы вот то есть напоминаю что первой части когда лайнеру приходилось самому говорить девчонкам что вот произошел там парадигм шифт и они такие да ну я чувствую какие-то перемены а здесь лука сама говорит о у меня был парадигм шифт ну да полагаю что-то не так тебя какой-то конфликт на лице ну меня кое-что беспокоит слушай лука ты не чувствуешь никаких изменений от этого парадигм шифта а ну слушай это пока только мой первый парадигм шифт поэтому особо разницы не будет полагаю да поэтому я хочу чтобы ты погружался меня еще больше чтобы я смогла почувствовать изменения в себе вот как бы видно даже здесь что она отмазывается что-то зубы заговаривает да вот да совершенно верно если сравнивать ту же аурику то она начать сначала первой части вот до ее конца поменялась почти на 180 градусов там очень многое в ней изменилось да собственно даже шурели поменялась не то что аурика вот а лука как бы вот ну был парадигм шифт ну не было не было какая разница вот и обращай внимание также что она очень подозрительно вообще себя ведет и заговаривает зубы и вообще да постоянно отмазывается продолжаем сюжетку чё дальше по сюжету пошли как раз да мы закончили с темами 7 из 81 улуки и теперь можно пролезь даже по сюжетке сейчас собственно будет наш второй данж кстати крова чем мы сейчас будем заниматься ну у нас есть еще один день прежде чем наступит время когда мы должны встретиться с капитаном для глюз до этого времени может быть нам спрятаться в ратчике может мы пойдем в мой дом он находится в блоке минт минт блок и так как это провинция то я не думаю что они смогут вас там обнаружить скажу по секрету это единственная провинция на всем метафайсе так получилось и кро ты в последний раз был очень давно поэтому я бы хотела провести с тобой больше времени спасибо и он и причем турия за нее половина метафайс рухну о перепугов напомни как саспенд она резко оборвала передачи энергии всюду включая метафайс а где об этом говорилось что у рухнула или полугры будет горишь у них катастрофы и все обваливается да слушать наверно нарушила сигналы с релеем и теперь все сюда нафиг идет действительно да действительно спасибо шурели помогла метафайс действительно услужила кстати еще один грех мою записную книжечку о шурели минуточку поставлю галочку что шурели обвалила метафайс большое спасибо шурели так ну это сейчас совершенно не важно же делайте как считаете нужно а леди клоша у разве если мы хотим скрыться и должно волновать нас больше всего я так устал об этом спорить да у меня здесь специальный блокнотик где короче записываю все грехи шурели и при каждый раз ты и при за каждый раз когда я делаю прохождение артонелика я обнаружу чем обе и записываю это в блокнот ненависть ненависть и терпеть не могу шуру и так все нормально давай пойдем в ее дом и домой да правда я так рада спасибо вам огромное нет общей книги нет но если сравнивать других девчонок по сравнению с шурой то они пожалуй не настолько прямо на самом деле плохие есть очень много отрицательных сторон но то что сделать для шура это совершенно другое измерение вот хватит меня так благодарить я не сделал ничего что заслуживает вашей благодарности давайте поторопимся я хочу увидеть город где вырос кром ну ты понимаешь что мы туда не ради веселья отправляемся да как весело хорошо давайте пойдемте пойдем на суфу аксис на станции суфу аксис по-нормальному это не переводится потому что суфу это дыхание а аксис это ось вот то есть природа как такого особо не получится поэтому суфу аксис лука дорогая о миссис лар привет на миссис и тебе тоже привет на на привет ты такая же энергичная как и милая как обычно спасибо отлично это вы как раз вовремя отдай это рейше это подарок маме спасибо огромное я уверен что это сделает и очень счастливым а все в порядке мы в любом случае в ее долгу кстати лука а сколько у тебя было сегодня терапевтических сессий полагаю где-то 6 полагаю где-то 6 но я уже закончила все свои сессии на сегодня так быстро как всегда да ты всегда была хороша в работе с новыми клиентами лука извини лука но кто они о простите ну миссис лар это наш шеф наш босс она возглавляет терапевтического ассоциации ассоциации она на это моя коллега а вот и сутенер а вот и сутенер да именно вот это вот баба миссис лар да собственно старушка как обычно да уже такая вот да она настоящий натуральный сутенер я скажу как бывалые да бывалая возможно этот парень и о том которым постоянно не рассказывала а дай он разве он не красавчик как бы действительно бывало это как может нормальный терапевтический босс вот так вот говорить да вот разве он не красавчик да то есть уже тонкий взгляд профессионала на самом деле по моему нету нашли не не рива тэйл она не рива тэйл но тем не менее она сутенер сам настоящий я на на рада с вами познакомиться несмотря на то что лук и я коллеги мои терапевтические сессии совершенно отличаются от нее пожалуйста на на отодвинься от меня на шагов 10 и больше не приближайся я больше сфокусируюсь на как бы это перевести так чтобы не так уж гнусно и извращенский получилось а вот в общем она больше фокусируется на взрослых делах да вот хочешь попробовать да нет взрослые дела как вам не стыдно успокойся к лошадь и не взлетишь да сейчас руками не маши а я просто шучу да несмотря на то что я так хороша я не хочу так быстро нет я не хочу украсть я не пьяни парня не буду пытаться украсть парня луки да да у меня и своих клиентов много до до сих пор как ты рыцарю было бы намного лучше если бы вы держались подальше сейчас от станции добирая раз уж ты рыцарь до 1 30 держитесь подальше от станции эти голубо броневые рыцарь священный дайте это священная армия в голубой брони голубой брони да они захватили контроль над станцией и над железной дорогой я не могу себе представить чё черт поделитесь вообще происходит господи я не могу этот перевод беты он просто я не знаю ну что тут ну как неудачно собственно достану я не понимаю я не дать зачем ваш зачем подбирать такие фразы которые просто из которые глаза вытекают реально все правильно сделано что ничего не неправильно сделать и не херней пострадали да как неудачно да спасибо за то что дали нам знать все порядке просто будьте осторожны окей кстати если чего то когда лука будет смеяться таким смехом это будет звучать так вот это чё то я уже короче да эй миссис лар а разве та девушка за ними не выглядела как дева богини тоже так подумала это заставило меня чувствует не очень себя хорошо ну наша дева никогда бы не гуляла по такому грязному городишку как этот действительно она скресил бы просто проигнорила это эти места проигнорировала ну что ж ничего не поделаешь мы должны идти пешком на самом деле зря они не гонят открою на ну как бы никто не знает истинную площадь вот никто кроме парочки вот ты сказала пешком ну да но все должно быть ведь нормально да ведь не так далеко добираться до мин блока отсюда если у меня нет денег на поезд в чем я очень сомневаюсь учитывая слова у нее терапевтических сессий каждый день я отправляюсь дохожу домой пешком и сколько же минут на это займет а ну где-то 4 часа ты сказала 4 часа пешком это не так много на самом деле вот на самом деле я как изучающие теорию практику перевода да на магистратуре сразу заявляя в принципе что это не верно есть художественные тексты есть научные тексты нужно их строго отделять а арт-мелика это явно художественный текст ну в большей своей части поэтому ставить вот такие вот выражения и всякую ерунду которая вот просто мешает банально вот просто постоянно из потыковки вот такие вот это на самом деле совершенно лишнее и не нужно тот кто это сделал реально фильмой пострадал вот я извиняюсь ведь нехорошо для леди кошек ходить пешком так далеко да это не проблема поспешим же на мировую карту был добавлен сухолаксис и можно без винников собственно отправляться на сухолаксис погодите телефон это реакция что где-то здесь не находится неконтролируемая пяти тревога 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 сильная реакция ай педи была замечена в области около сухолаксис так каждый доступный рыцарь на этой области должен немедленно отправляться на место и совершить зачистку я повторяю ля-ля-ля я был прав сейчас наши мы должны защищать эти клоши но все нормально как рыцарь грант-белла очень важно исполнять обязанность зачистку по эпиде если ты не выполнишь это задание это будет равносильно предательству поэтому иди исполняй свои обязанности понятно мы немедленно поймаем ее и отправимся в минблок кокона я на рассчитываю на тебя отлично у нас никогда не было особо много удачи в работе да вот и вот здесь вот короче доступна такая мини игра которая на самом деле вторая вон заднице помимо непосредственно боевой системы запашь до потом будет еще 3 и 4 нормально любом случае время от времени во всех данжах во всех данжах метапальса который потом будет очень много который ты можешь посетить до время от времени будет появляться и пить и рива тейлы и контролируемые которых нужно будет побеждать и защищать поскольку как и плавили наклон этих рива тейлов надо для полноценной игры для стопроцентно до 100 штук было бы все нормально если бы они появлялись в определенном порядке и так далее но они появляются совершенно рандомно и причем не просто рандомно они могут быть например у одного человека вот например это спашек одновременно проходили вторую часть просто я был у меня был и пить его там также а у него его не было и наоборот они появляются совершенно рандом в среднем я шел на одного момента не было да хотя иногда вперед вот где хотят как хотят на любом случае потом закрыли же все да слушай там где то есть по моему закладочка где можно посмотреть вот они появляются где хотят как хотят когда хотят а еще не могут появиться там куда-то не может нам дошли да еще не могут появиться появится очень серьезная пить какого-нибудь 9 уровня а твоя команда банально к этому не готова а тебе нужно прямо сейчас поймать его уже так требуют темы так требуют еще что-то там в общем вот такая вот ерунда а ну в общем будет возможно некоторые боли с этим на другой стороны это единственный повод наверное за все за пикопы спалить предметы да действительно вот если мы сейчас посмотрим статус коша то у нее должно это появиться или нет нет нету ты чё статус коша это будет потом на концу фазы где-то должен быть детектор айпиди а вот регион ты так как иди вот лишь здесь в регионе находится два и педи реакция 2 и педи да если посмотреть общую информацию того нигде не было ничего пока замечено кроме вот этого да вот больше показывается случайно вот так что большей частью этот детектор это полная брехня где нужно вручную искать каждый данжи очень полезный вид потому что все начинают чувствование не случайно случайно ему через него и надо смотреть но тем не менее тем не менее процентов сорока-пятидесяти он брехнём несет ну ладно больше частью ты все равно вручную данжи исследуешь ну реально вот и сейчас мы уходим отсюда уходим да и проверить ракшик резорт сразу да нету там нету а может и есть я там говорил не девятка случайно у меня тоже случайно девятка по-моему тут девятки появились да сейчас посмотрю рядки или нет сохранить на всякий случай да я знаю а ты считаешь это 6 и девятки на нас надерут задницу прямости прямо сейчас на нам сейчас и тройки надерут задницу я бы не стал да ты чё у тебя только 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 начало игру я даже предметов нет или кидать давай попробую проверить сохранить ну вот собственно да да и кстати это будет я рано я пьер за учил сестра его и решилась и бою можно видеть что полоска не так и стало где здесь очень важно защищаться потому что они купить запросто ну вот видим что с неплохой защиты половина здоровья она сняла есть придется уже делать есть если только что здоровье назад по их меню зайди вот здесь видно здоровье против да точно очень как видно у нас ничего не получится доказывать эти 3 уровня для нас пока тяжело и нам надо вводить отсюда как можно скорее а тут же убежать да это фишка тоннелек и здесь можно со стопроцентным шансом убежать и сбой и собственно 2 пиги который наверняка находится до посмотрите все да вот да вот видно потому что как пишут опасность каким светом видную приближайшие мы пока их не вытянем да ну было видно что третий уровень для нас пока перебор нужно сильное оружие более более мощные приемы да нет группа вся подкачается и нормально но на самом деле там проще было бы уже с третьим уровнем песни помнишь нежный цветок да вот его хватило это не факт и видел там четверти даже не снял и ману 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 самое главное вырвать его станет больше ману ты сможешь песни не сносить так управляемся на саплате здесь у нас тоже есть два и педи вот она близко прямо на следующей локации да 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 вот так что объяснили что как радар отображает вот здесь нет 150 лип вот здесь она есть нет Ой, как видим здесь есть помы, да? Я специально повысил лантернал, да, верил? Угу, вот, песню улучшил. Тут немножко по-другому работает будет. Надо привыкнуть после какого-либо. Алифа. Курсиэля. Планеты. Потому что кому-то было лень придумать другое название. А? Что-что? Название было лень другое придумывать. Где? Гастом. Какие гастомы? Автором игры. В смысле? Им было лень придумывать другое название, поэтому везде лифы. Ааа. Ну да. Ну вообще везде лифы. Да, действительно. Так. Ну вот это первого левела мы ее сможем побить. Смотрим. Ааа. Уже. Ну ааа. Снова очень. Кружко. Уже. Уже. Ааа вот, поэтому... Субтитры делал DimaTorzok 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 Кроме того, мы просто пойдем и купим торт. Ничего такого. Тогда, пожалуйста, постарайтесь ничего не делать такого, что привлечет слишком много внимания. Я сделаю, что смогу, чтобы нас не обнаружила священная армия. Я поняла. Первым делом, было бы неплохо снять броню. Да, действительно. Ну вот, тогда отправляемся. Вообще, Клоша еще очень сильно своим платишком уделяется. Ну, на самом деле, да. Это все здесь кривовато. Такое дело, да. Да, я тебя не боюсь. Хороший пацан. А если я тебя столкну прямо на железную дорогу, что ты, да, будешь говорить? Маленький. Маленькое говно. Ну, хватит ругаться вместо ее. Ой, да. Так. В общем-то, сейчас можем пойти, поговорить, поболтать с Сашей, купить предметы. Почему бы нет. Сашка же на месте, да? Какой-то мужик здесь. Да, я думал, что могу найти что-нибудь редкое в такой пустынной области. Но... Мы ожидания не оправдались. И пошел отсюда, блин. Нравится, вали. Так. Ну, собственно, особо там покупать, на самом деле, нам и не нужно ничего. Ну, вон, сруб-дроп купил. Да, у нас все есть. А, недороговато. Не, не могу. Чего? Что? Вот эти первые. Зачем? А, сколько? Шесть штук у нас от всего. Они падают, тем более, с этих. С тобой. Нормально. Ну, все-таки. Вот он, собственно, магазин. Здесь из-за дурацкого глюка с карты я не могу нормально показать, иначе сейчас все опять повисто. Но, тем не менее, если посмотреть внимательно, он находится... Вот тут железная дорога пролегает, да? Вот она. Вот Ракшик и вот магазин. Да, ну, может, я покажу в пятницу. Да. У меня, надеюсь, не будет все в этой фильме. Вот. Как бы то ни было. Сейчас нам нужно отправиться в Ракшик. Ну, что ж, мы, наконец-то, прибыли в Ракшик, но я не вижу нигде никаких хороших кондитерских. Паш? Ну, что, около 8-9 что-нибудь такое. Если есть пожелания, рассказывай. У нас все будет на канале написано, так что все нормально. Рассказывай пожелания, если они имеются, скажем так. А, Кро, как же ты не знаешь, какие здесь есть кондитерские? Вот как ты мог, Кро? Что за человек-то, а? Редиска. Ну, я ведь здесь не раньше не жил. А, Лука, ты ведь знакома с Ракшиком? А, ну, я обычно не покупаю торты или нечто вроде вот такого. А, да, вспомнил, они ж раньше продавали, делали торты в Бонг Билтане. Бонг Билтан? Это где? Не могу это поверить. Это же ресторан, где я работала. Мы туда только недавно приходили. Там, где Скайкет работает. А, то место. Вот так, значит, этот ресторан называется Бонг Билтан. Хорошо, туда отправляемся в Бонг Билтан. А, десяти. Ну, можно из десяти запустить. Да, можно их десяти. Вот, я полагаю, мы все равно где-то за часа сможем постремить спокойно. Ну да, но не сильно больше. Да, но не больше. Ну нормально. У меня просто субботу работа. Да. Вот, и, собственно, мы отправляемся в Аксис Спорт Ярд, в магазин Скайкет. Ну, просто БРС такое дело, пока ты тут единственный постоянный зритель, можешь высказать предложение. И, кстати, вот уже появились рыцари Гранд Белла. Вот. Да. Что тут не то? Что-то здесь затевается, да? Господи, да, оставь от меня. Деда, ничего нового нет? Не должно быть. В любом случае, как в этой игре происходит синтезис, крафт, пожалуй, можно рассказать прямо сейчас, да? Ну прямо сейчас тебе это и расскажут, давай лучше показать, я тебе это расскажу прямо, приходи. Он, в общем, происходит так же, как в первой риске, кстати, Паша. Да, кстати. Да, абсолютно такая же система. Она, кстати, по времени выхода примерно одинаковая. Сейчас? И риска, и самое, да? Да ладно. Ну, можно загуглить, конечно. Загугли. Сейчас загуглю. А, Миледи, добро пожаловать. Значит, вот ты там. В этом магазине есть хорошие торты? А? Хорошие торты? А, ну ты понимаешь, нам нужен хороший вкусный торт. И я думаю, я помню, как в этом месте подавали десерт. Хороший торт? О, как вы вовремя? А? Ну, я закончила новый рецепт торта. Вот просто вот буквально только что. Я сейчас вкусненько его сделаю. Что? А это нормально? Ну, разве не очевидно? Это же... Элитный ресторан Бонпилтан. Ты понимаешь? Элитный ресторан. Ээээ, надеюсь, торт не слишком дорогой. Ай, да не беспокойся. Просто принесите мне ингредиенты, и я смахну с вас деньги за готовку. Поглядит неплохо. Но вообще это нормально все получится? Ну да, и риски раньше были. Как грубо... Как грубо, а? И риски раньше были. Да, так и думал. Как грубо, я гарантирую вкус и мастерскую технику приготовления. Так что давайте, принесите мне ингредиенты, и начнем. Рецепт этого рулета получен. Швейцарский рулет. Швейцарского рулета, да. Швейцарский рулет. Кстати, Тваш, ты никогда не пробовал приготовить что-нибудь из артенелика в реальной жизни, нет? Ни в коем случае. Я жить хочу. Так, что это? Карта... Рецептурная карточка? Да, все необходимые ингредиенты находятся на этой карточке. Поговорите со мной еще раз. Как только вы собираете все ингредиенты. Вот. Ла-ла-ла, тру-ля-ля. Короче, в отличие от первой части, синтезис и крафт во второй части происходят только в магазинах. Все рецептурные карточки тебе выдают непосредственно продавцы. Скайкет, Саша... И другие, кто будет. Синтия, которую мы уже видели в постали, и так далее. Да, ну и кто появится еще. Да, и кто появится. Ну, вообще-то это практически все, да, по-моему? Да, ну, вожуте так все есть. Да. Вот. И... Да, обязательно. Но только тут не будет предлагаться на выбор. Сейчас видишь, как это происходит. Да, сейчас видишь, как это происходит. Вот. И, короче говоря, чтобы активировать какой-либо новый рецепт, нужно, чтобы в этом магазине прошло определенное количество сцен. Вот. Для этого нам частенько придется вот заходить в магазин, посмотреть сценку, потом выходить опять заходить, посмотреть сценку выходить, заходить опять сценку и так далее, так далее. Вот. Чтобы активировать, соответственно, ту самую сцену, где они будут вызывать перезатурные карточки и сможешь, наконец, приготовить себе новый рецепт. А насчет названий, сейчас покажу. Значит, мы собрали ингредиенты. Ну, естественно, мы их собрали. Отлично, отлично. У вас все ингредиенты. Все, что нужно, это сделать торт. Ах, да, милети. Почему бы нам не сделать его вместе? Уже прошло довольно много времени. Что? Ну, я не думаю, что это хорошая идея. Уже столько лет прошло. Да, я покажу тебе, буду держать тебя за руку. Накормлю тебя с ложечки. То есть, заодно получу синтезис. Вот, ты же хочешь, чтобы я тебя получила, да, милети? Нет. Я не хочу. Потому что я уже знаю, как это делается. И, соответственно, буду рассказать по ходу дела. У SkyCat сразу же мертвый совершенно рыбьи глаза. Вот, а, очень жаль. В любом случае, давайте начнем тогда делать этот торт. Спасибо и удачи. Паш. Сейчас. Тебе не кажется, что они пропустили где-то целый диалог Кро? С кем? Вот ты смотришь, я сейчас здесь сейчас подберег с грузой и покажу. Смотри. Вот SkyCat говорит, что, о, ладно, как жаль, давайте начнем его делать, да? Ну, Лука такая, спасибо и удачи. А, это Кро сказал. Боже мой, я идиот. Что, не просто желаю удачи, а давай тоже нам помоги. Да, давай, желаю удачи. Да, все. Что, не говорит так, Кро? Ты что же, вот сейчас придешь и будешь нам помогать. Давайте, может, можно сказать. Я тоже должен вам помогать вареной готовке, правда? Да, это отличная идея. Тогда можно будет легко состряпать любой рецепт. И это твоя причина. Хорошо, решено. Как только мы будем готовы просто поговорить со SkyCat. Да, можно делать синтезис. Да. И, собственно, что она говорит, если teach me. Ага, вот так вот, правильно. Начнем объяснение. Дра-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И все, ничего такого. Кузовка просто объясняет, что соберите ингредиенты и сделайте сим. Значит, в каждом магазине, в каждом магазине, да, рецепты могут делать определенные ревотейлы. В некоторых магазинах все три ревотейла могут делать рецепты. В некоторых магазинах только два или один ревотейл может делать рецепты. Сейчас здесь может лук определить. сейчас здесь может делать рецепты только лука вот соответственно если какой-то ривателл сделает один и тот же рецепт вот то получится совершенно разные вещи да то есть если например кошки будет делать этот свист ролл вот у нее получится нечто совершенно другое поэтому название здесь идиотских как таковых в принципе не будут они даются изначально и закрепляются навечно до ревателла в 3 как из предпределить и как правило добавляется где-то в середине игры до шураж добавилась как 3 ревателли как бы тоже добавилось а ну бы раз просто зашел вот просто шурели не было две фазы на 3 к нам пришло в общем сейчас здесь может делать синтезис только лука и так мы делаем швейцарский рулет для этого нам нужно мини яйцо пуни которая не выглядит как яйцо и молоко помпома это икра скорее всего значит не знаю написано мини пуни эгг потому что экрана тоже эгг почти ненавижу как бы да можно менять ингредиенты но только если рецепт позволяет менять но это как обычно ненавижу сделаем три штуки я голоден а вот мы делаем ее делаем 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 вот это будет готов вот может он дать еще лука там делу и каждый раз время собственно синтези за происходит сценка каждый раз всегда если это синтези сделается первый раз всегда будет сценка который непосредственно ребята обсуждают то что все таки у них получится да вот миледи а ты знаешь как называется этот рецепт ну швейцарский рулет а что а ну если ты все еще в курсе названия то тогда ладно а также проще такой швейцарский рулет ну как спираль вроде да чё-то какое-то простоватое объяснение он уже заметил фигню делает я что вы братьте внимание что лука делу сюда ты тоже так думаешь да да все нормально будет все будет хорошо кроме того у меня есть поддержка sky cat ты можешь нам помочь слишком поздно для этого вы получили это швейцарский рулет превратился в крекер у нас или пережарили банали того они даже не подняли его судя по всему да ну слушай это не самое страшное дело на самом деле да лука такие вещи там готовят боже господи ну ты потом увидишь да мы еще увидели что уже было слишком поздно помогать говорит что уже слишком поздно я назвала его традиционная традиционный жареный торт что что вот почему что такое что такое традиционный жареный торт что это ориентал это традиционно но нет по-моему да да это как бы ориентал это относится к кухне специфических народов мира поэтому за случай лучше традиционно восточном да тем не менее то есть это получается восточный традиционный жареный торт что в общем лука считает что все нормально она действовала согласно рецепту и он он выглядит как рулет потому что он закручен но разве это не знак спирали но идет закручен да что все плохо да полагаю что ты постаралась как можно лучше поэтому я наверно разрешу это слушай скокет а ты вообще пытаешься помочь или чё да ладно позже даже не предложили готовить и хорошо что я полагаю что без обычного рецепта не как обычно вышло бы что-то взрывное да да но это потом будет видно так ну а кстати может глядь тэзис глава глава видны две недели то так далее брыль ридельна или так круто теперь этот торт можно купить вот он здесь но их количество ограниченное по моему через некоторое время через определенное количество битни восполняется да то есть по карте а да точно вспомнил да ну и они стоят 8 дип поэтому чего не купить Правильно? Они восстанавливают 71 хп. Да, на самом деле это хорошая штука для нас сейчас. Правда? В то же время этот рис восстанавливает 70 хп. А сколько он стоит дешевле? Он стоит дороже, 18 лив. А, ну вот. Ну как бы здесь только 3 штуки, поэтому можно, я думаю, закупиться. Нет, здесь 10 штук. Да. Но 80 лив — это копейки. Да, это копейки, а когда не пригодится. Не надо ничего продавать. Не надо ничего продавать. Не надо ничего продавать. Я продал хейтмейл. А, кольцо где-то городское. Ну вот, собственно, видим, что он может сделать ещё. Да можно сделать ещё, ещё. Вот. Ну и, собственно, вот эта сценка, которая сейчас с синтезом, это была сценка Е1. Да, эти сценки нумеруются, и, соответственно, они идут в определенном порядке. Вот. С каждым в магазине. Нет, вообще-то это в официальном гайде было. Рассказывай мне тут ещё больше. Гайд — это тоже прохождение. А, официальный гайд, всё. Официальное прохождение, окей. Блин, Паш. Короче, это была сценка Е1. Так это для простоты себя угловно вообще называть. Вот. И дальше будут сценки, соответственно, Е2, Е3 и так далее. Ну вот, теперь мы когда сделали этот недоторт, не до рулет. Вот. Мы возвращаемся к Сашке. На, секунду. На фиге не вижу. Вот их надо через оверл проверять случайно. А? Случайно? Надо через оверл проверять. Да, в двух там 9 уровни. А? Вот даже если они там нет. В любом случае, их не видно, только никого Да Да Кстати, перед тем, как мы к Сашке пойдем, я все-таки планирую себе левел поднять Ты следующий дэнш пошел, да? Не, я левел что-то уже так С ингредиентом еще поправить можно, в принципе, нормально Уперца, дэнш можно забить Давайте достаточно Кстати, бои происходят намного быстрее, чем в первой части Да, кстати, это уже можно было заметить Теперь Сколько это убиток? Сколько это убиток? Это убиток! Не было просто Это неважно Ты даже не заметил, что его не было Фейл Самое главное, что здесь не надо заморачиваться с набивкой уровней Да, здесь не надо это делать Да, и расскажи, как ты уже на ходу про индикаторы Я же сказал же вчера Нет, про индикаторы Звумер, и вот это не было А, ну как можно было уже заметить, там теперь два индикатора, да, соответственно, Луковский и Клошин. Так вот В чем фишка повышать психику и гармоники, да? Так вот, собственно вот эти все разговоры, которые происходят между девчонками ночью, они не зря происходят, потому что они поднимают уровень синхронизации между ними Чем выше уровень синхронизации тем выше шанс, что в бою эти графики гармоники сольются в один и тогда начнется цепь синхронизации Это означает, что обе девчонки смогут скастовать одну какую-то очень мощную песню которая у них, соответственно, потом откроется. Они так и так поют одну и ту же песню обе, но просто она значительно усиливается И вот А так они смогут сделать одну определенную мощную песню Вот Это такой супер скилл Рива Тейлов, который включили в этой игре По самом деле мы не сможем его опробовать где-то как минимум до третьей фазы, да? По-моему что-то у нас лавра уже воист чем порядок Но правда Ик. Я петь могу когда они первыми ходят ненавижу Видишь? Порав Birnit Ты гёртвый за ФТС? Да я в курсе. Упс, ты вчера спорил на эту тему. Я не спорил, а я совершенно полсогласен. Ну ты рассказывай мне. Ну вот я тебе рассказываю, лапшу на уши мешаю, чё, не слышно что ли? Вот слышали. Са, начнем! Да, за бандала! Весен, блин! Это всё, Атам! Игма-а-а-с! Весен, хватит первыми атаковать. У меня борзели, блин, уже второй раз подряд. Хочу полный дроп, хочу халяву в этой игре. Тут эта игра халява. Да западала, блин! Ганба-то мне! Тоже не! СМЕХ! Да ужас какой-то! МОТО ЧИК ЛА-А-А! СМЕХ! Игма-а-с! СМЕХ! Тоже не結果- Аа... Тоже не, окей! Возвращаемся к Саше. Саше, мы принесли тебе торт. Кстати говоря, наверное, это все-таки не совсем торт, это скорее пирог, Паш. Да, это пирог. Да, это скорее пирог, действительно, не торт, а пирог. О, правда что ли, спасибо огромное. Значит, вы выдали это недоразумение, да, которое создавала Лука, Саша. Реакция соответствующая. Да, если у здесь какие-то жалобы... Да, если у тебя есть какие-то жалобы, адресу их Луки, не нам. А? Ну ты уже сделал этот пирог, в кавычках. Разве это не был рецепт для швейцарского рулета? Что за вообще фигня? Ну, я делал его как обычно. Я не знаю, почему так получилось. А, не, все нормально. Моя бабушка любит крекеры, поэтому это не проблема. Спасибо за то, что сделали для меня. Чаечки разбойт. Да, что, Саша, ты действительно, все нормально у тебя с этим, да? Это же даже не пирог. Да нет, все хорошо. Сестренка Лука так сильно постаралась. Это может быть и не пирог, но наверняка он очень вкусный. Саша, ты такой хорошая, ты такая хорошая девочка. Нет, я не такая. Значит, такая хорошая девочка, как ты, содержит этот магазин. Я думаю, я буду чаще сюда заглядывать. Правда? Да, мне очень нравится этот магазин, и ты мне тоже очень нравишься. Ты серьезно? Эээ, мисс Клоша. Что такое? А, можно я буду называть тебя Сестренкой Кло? Саша, это, наверное, не слишком хорошая идея. А, простите, так как ты подруга Сестренки Луки и братишки Кро, я подумала... Да-да-да-не, все нормально. Я вообще предпочитаю, чтобы меня так и звали. Называй меня Сестренкой Кло. Произошло что? Ну, они передали Саше этот самый рулет. Да, и там дальше, короче, было пять минут молчания. Да, и я не знаю, что сказать, потом Саша сказал, ну ладно, бабушка любит крекеры. А Клоша сказала, ой, не-не, слушай, Саша, все нормально, это все Лука виновата, да, не ей жалуйся. Она создала это недоразумение пирог. А теперь Саша просит Клоши, чтобы называть ее Сестренкой Кло. Да. Кстати, очень странно, если честно, вот, ведь на японском Кро и Кло должно одинаково звучать. Я сомневаюсь, что они одинаково пишутся. Ро и Ло это одно и то. Нет, я сомневаюсь, что они одинаково пишутся на японском, тем не менее. А, все, это можно. Да, просто. Эээ, действительно все в порядке. Все в порядке, вместо Леди Клоша. Слушай, Кро, что ты так переживаешь? Я сказала, все нормально, значит все нормально. Хе-хе, я так счастлив, что у меня в подругах такая красивая сестра. А, не, ничего, ничего. А, кстати, чтобы показать вам свою благодарность, то есть, возьмите. И, как бы, следующий рецепт, уже на трасс от Саши, это рецепт бомбы. Бомбы. Это рецептурная карточка? Да, здесь в последнее время довольно опасно, поэтому я подумал, что вы не нуждаетесь в этом, чтобы защитить себя. Ты тоже можешь заниматься синтезисом в своем магазине. А, ну вот я же говорил. Вот. Я не знал. Хе-хе-хе. Ну, вообще-то я только начала заниматься синтезисом, и поэтому, естественно, что вы об этом не знали. Да не одинаково. Я в том плане, что там наверняка есть различия, в том плане, что сестренка, братишка, во всяких этих предлогах, да, поэтому там ясно, понятно, кому он обращается. Блин. Вот. Здесь так одиноко работать самой по себе, поэтому... Если это нормально, то пусть сестренка Кло будет синтезировать вместе со мной. Это довольно эгоистичное желание, с моей стороны. Не беспокойтесь. А, конечно, я буду помогать тебе в любое время. Правда, спасибо огромное. И можно синтезировать теперь и в этом. И в этом. Да. Значит, она... У нее есть еще кое-какие дела, поэтому она будет... в задней комнате. Вот. Она говорит, что здесь есть немножко мороженого, поэтому расслабьтесь и отдыхайте. Э, Кокона, так ты сейчас проживаешь с Кро, да? Да, я живу под той же крышей, и что, икро. Как мило. Вы словно брат и сестра. Это правда. Мне было ужасно непопытно, но твое оружие просто восхитительно. Вот. Просто вот берет, и вот эта вот твоя заколка для волос берет и превращается в... Сейчас, секунду. Это не посох. А это дубинка. Да. Дубина. Вот. Значит, твоя заколка для волос просто берет и трансформируется в дубину. Ты так креативно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот, ты даже так думаешь. Мне это очень нравится. Об этом дизайне подумал сам Кро. Ух ты. Здорово. Кро, Кро, почему бы тебе не сделать нечто вроде такого и мне? Ну, ведь ты не используешь оружие, не? Тьфу. Теперь я немножко ревную. Эй, ты. А, да, что такое, Лядик Лоша? Может, немножко помолчите? Я не могу отдохнуть в таком шуме. А, извини. Хорошо. Мы достаточно отдохнули и можем отправляться. Да, да. Значит, Microforest был добавлен на мировую карту, Паша. Что одинаково Кро получается. О, шоа. Microforest был добавлен на мировую карту. Это я вижу, да. Просто в английском теряется то, что она их одинаково называет фактически. Да. Ээээ. Теперь можно отдохнуть и задействовать еще кое-какие топики. В частности, можем поговорить с Лукой. Значит, она добра к детям. Это про Клоша, соответственно. Лядик Клоша довольно добра к Саше. Это странно. Да. Она, похоже... Ей, похоже, действительно очень нравится, когда ее называют сестренкой Кло. Может быть, это просто новшество для нее? Вообще-то, ее практически всегда называют формально Лядик Клоши. И она обычно вообще не разговаривает с детьми. Никогда раньше не слышала о деве, которая играет с детьми. Может быть, у нее еще не прошел период невинности. Хотя, раньше никогда не видел Дедик Клоши, чтобы она так по-доброму себе вела. Так это, как говорят в старых этих проговорках, вместо того, чтобы сказать, даже демоны плачут, мы говорим, даже дьявол улыбается. Слушай, тебе не кажется, что ты что-то перебарщиваешь. Хе-хе-хе. О, Луки 8 из 81 темы. И, соответственно, еще одна такая вот Клоша. Саша номер один. Что подразумевает, что будут еще темы. А не будут. Да. Кстати, а той девочке Саша в магазине? Да, и что с ней? Она всегда там. Неважно, когда ты приходишь в этот магазин. Ну, никогда раньше не видел, что ее там не было. Ты довольно долгое время посещаешь уже этот магазин, да? Ну, может быть, она так и не выглядит, но продукция там действительно разнообразная и хорошая. Как бы, да, странное сравнение, на самом деле. Вот, понятно. Вот, должна быть она настоящая друженица. Да не такая уж и странная, если вспомнить, как Клоша обращалась с Кроу и с Лукой. Ну, она не только так с Кроу, на самом деле, обращается, да? И, в принципе, вспомнить ее речь. Как она речь толкалась с тибуны. Да, она очень строгая, постоянно формальная, держится всегда в сторонке и вообще... Вот. Такая... Айсберг, да? Вообще, первая сцена, по-моему, была списана... Не знаю, Гебельсис какого-нибудь, наверное. Да. Вот, снежная королева просто. Вот, поэтому... В принципе, да, даже дьявол может улыбаться, и когда плачут дьявол, реально. Вот. Я немножко беспокоюсь. Никогда раньше видел, чтобы она занималась чем-то другим, кроме работы. И никогда не видел, чтобы магазином занимался кто-нибудь, кроме Саши. А как насчет ее семьи? Ну... Я обычно с ней не так уж много разговариваю, когда туда хожу. Поэтому я не уверен. Ясно. Давай еще раз посетим лоб-магазин и... В ближайшем будущем. Я беспокоюсь за нее. Тебе... Вам действительно так понравился лоб-магазин? Мне просто нравится, Саша. Ох, я бы, здесь тебе нравится, не нравится, надо на вы переводить. Я знаю. Но, по сути, он до конца... Понятно, что будет говорить так. Ну, к этому просто... Он обращается к ней... Клоше... Выйдет. Сан или само? Он обращается к само. Клоше само. Клоше само. Вот. Значит, хоть иногда вы честны со своими чувствами. 8 из 81, да? Все, запроверю вообще точно. Да. Да все правильно, да? Ну да, все правильно. Паша, то я не знаю, мне бы страшно было, если чтобы не забыли. Вот это, чтобы я перепроходил с нуля. Ладно, не обращайте внимания на зиму, чудо. Да. Кстати, сохраняйся на несколько часов. Да я понял. Вот, в общем, что она продает? Она продает... В общем, фрукты, да? Все то же самое. В общем, она продается тоже самое. Ладно, мы синтезируем гонки. И здесь могут синтезировать, как видно, уже два Рива Тейла, и Лука, и Клоша, да? И как видно, там сразу написано, вот в рецепте, там эти вот значки вопроса, что Лука делает бомбу, а Клоша делает какое-то украшение для ванны. То есть, при синтезе этого же рецепта, все-таки разные вещи получаются здесь. Совершенно. Вот. И, соответственно, пусть Лука. Делает бомбу. Икуты циклыですか? Не понимаю, зачем ты по три делаешь, на самом деле. Можно же закупить их. Потому что нам нужно шесть, Вокингерга, Паша. Да можешь закупить их потом. Ну, их не так много на продаже выставляется. Нам нужно минимум восемь-девять. Да лучше по одному сделать, а потом скупать сколько их. Тем не менее, нам надо с запасом покупать их сначально. Эй, сестретка Лука, ты раньше занималась синтезисом? Несколько раз, но... Синтезом. Не надо, это переводится как синтез на русский. Не синтезис. Не синтезом, все правильно. Ладно, окей. Я так и сказал синтезом, Паш. Допустим, не послушать. Я тебя ненавижу. Так. Несколько раз я занималась синтезом, но... Че-то... Мне немножко все равно страшновато. Ну, это все-таки бомба. Да, все нормально, это простой рецепт для практики. Ну да, знаешь вот, Паш, для детей. Да? Да, да, да. Вот, для детей. Вот, так как он для практики, он имеет безопасную структуру и не взорвется его просто так сразу. По полпути к подготовке. Пожалуйста, продолжайте работать, ни о чем не беспокойтесь. У вас не оторвет внезапно пальцы, руки. Все нормально. Ох, мне так хорошо, я так счастлив. Облегчение просто, на. Да ты меня успокоен. Да. Сделано. Обычная, самая, самая, самая стандартная из всех стандартных бомб, да. Абсолютно ничего нового. Вечно, вроде этого. Да, бомба закончена, она идеальна и ничего такого в ней нет. Ну и как вы, че вы думаете о бомбе? Ну, мне понравилось, это было весело. Ну, выглядит как бомба с любого угла. Да, бомба-бомба. Ну, тогда я назову ее стандартная бомба. Ну, я полагаю, я бы хотел сделать какой-то более другой дизайн, но, так как это, ну, это было рецепт для практики, поэтому нормально. Ну, ладно. Да, ты действительно все продумала. Ну, я же занимаюсь магазином, а только естественно для меня. Вот, стандартная бомба. Повережение, кстати, отвратительное. Ну, да ладно. Ну, блин, еще какой этап игры у тебя? Куда можно купить? А сколько их у тебя? Сколько она наносит урона? Висяет около 60. Две таких бомбы тебя убьют. Ну, блин, че. На всякий случай. Наним, я не могу сделать? Да. Я напоминаю, да, что почти мертвый, да почти жив. Вот такая штука в голова попадет совсем неоткудрой. Иксцу цикруですか? А теперь мы синтезируем склоши. А, там нерациональный расходующий ресурсов. Что она там рисует? Эй, сестренки Кло, там что-то странное у тебя происходит. А, да, ну, я вообще-то согласен рецепту все делаю вроде. Правда? А, ну, почему он приобрел такую форму? Ну, мы еще не закончили рецепт, поэтому, может, подумай, когда он будет закончен? Ну, думаю, в этом есть какой-то смысл. Посмотрим, что у нас получится. Ясно! Канцей бетсу! Ну, что, для кого-то это напоминает бомбу? По-моему, нет. Что? Саша, разве это не должно было стать бомбой? Ну, да, рецепт сделан специально, чтобы это было бомбой, но не важно, что ты делаешь, это должна быть бомба. Но это разве не герга? Ну, как бы напоминаю, что герга это плюшевые игрушки, которые в магазине продаются. Я в начале игры показывал в магазине подарков, сувениров, да? Что они очень популярны среди детей и девушек по стали. Вот, это герга, это рекламный продукт на продажу, не больше ничего. С животным легло в основу этой штуки. А хрен его знает. Понятно. Да, это... Вот опять вот что... Я помню, раньше это было Вокингерга. Да, это была Вокингерга. Что за то, блин? Ковылять. Что? Ковыляющий герга. Что? Зачем? Вот, вот, Паш, вот ты обрати внимание на эту фразу, вот ты ковыляющий герга. Он даже ходить может! Обалдеть! Всё правильно. Бред собачий. Переводчиков на мыло. Сам ты собачий бред. И тебя тоже на мыло. Поговори, что у меня ты. Так. Значит, он подходит к противнику и взрывается. Да. Слушай, сестренка Хлоя, только что это проверила и... Эта штука не взорвётся. Значит, порох и... Как эта штука называется? Фитиль. Фитиль, да. Запал. Они не соединены друг с другом. И вдобавок... Весь порох он... Да, запал. Он смешан абсолютно неправильно. Ха-ха-ха. А, прости. Я наверное не должна была говорить так грубо о вещи которые ты сделала. Ха-ха-ха. А, и... Я полагаю, ты можешь просто положить это в ванну и будет нечто вроде уточки, да? Играть с ней можно. И поиграться с ней. Да, поиграться с ней в ванной. Ха-ха-ха. Ну, видишь, он очень лёгкий. И... Он может... Прискаться в воде. Всё нормально. Ээээ... Саша, я понимаю. Я... Проще назвать это игрушки для ванной, чтобы сохранить лицо. О-о-о-о. О-о-о. 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 Террибл. 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 У нас 13 Хокинггардов. Дайте пригодятся. Нам не хватит. Хватит, хватит. У тебя другое всякое было. Не хватит, Паша, у меня паранойя. Да тут паранойя. Ха-ха-ха. Так. И, собственно, теперь, когда мы сделали бомбу, Террибл. 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 Я полагаю, можно отправиться обратно в ракчик. Зачем? Для за... для этого. Так. В общем, когда в каких-то магазинах появляются сцены, а мы об этом не знаем, то, соответственно, продавщица, продавец появляется прямо на экране этого города, да? И говорит, что зайдите в магазин, у меня там кое-что для вас есть, да? Вот. По-моему, любая сцена только тех, кто с рецептом дадут. Да. Только рецепт, если поддавал. В общем, сейчас нужно зайти в магазин, и мы активируем сценку Е2. со Скайкет. Миледи, я сделал еще один хороший рецепт. О, ну, я совсем плоха в готовке, ты же сама знаешь. Ну, и мы тоже об этом знаем. А, не беспокойся, я приняла это к сведению. Послушайте и удивляйтесь. Рецепт, который я приготовила сегодня, это рецепт, который в любом случае будет выглядеть съедобным. Не важно, какой у вас талант кулинарии. И вот рецепт, это теплый суп. И что, далеко сделать суп? Ну, можно сделать суп просто положив мисо в горячую воду. Ну, это японский, скорее, стиль, у нас это будет нечто вроде просто бульона, да? Да, но это просто... Курица, картошка и ничего такого. Да. Вот, да. Но это же не суп. Ну, как бы, да. Ну, это суп, мисо-суп. Да, действительно, это мисо-суп, который вот специально с этой лапшой делается. Но... Вот. Мы не японцы и вообще они все плохие люди. Да, и даже Крой сказал, что это не суп. Да, это не суп. Что это фигня какая-то. Вот. А если Крой это сказал, то японцы могут идти гулять. Да. Кроме того, суп, конечно же, это как бы еда. Но это... Так же хорошо для дыхания. Принимать... Есть суп для дыхания. Вот. Что ты говоришь? Ну, бредер. Сейчас я посмотрю. Ну, только рассказывай дальше. Да. Ну, посмотри, посмотри. Для передышка это скорее. Для закуски что ли тогда? Что за бред? Да, скорее закуска. Ну, погоди. Суп это же первое блюдо. Какая закуска? Короче, ладно. Забей, естественно. Я не понимаю. Что они хотели здесь сказать в данном случае? Я тоже. Не очень. Вот. Перевод реально страдает. Опять же. Вот. Нет, здесь он страдает как странно. Ну ладно. Да. Но они просто вообще не понятно, что они имели ввиду. То есть... Ну ладно. Так. В официальном было еще хуже. Не было там ничего такого. Нет, не в этом месте. А в целом там было куча мест, где вообще не понятно, что имелся. Да, но здесь, по крайней мере, было полегче переводить. Да. Солой столб. Ага, вот. И я подумал, что в меню это может быть для вас самый необходимый предмет, Миледи. Да, и мне тоже нравится суп. Ну, тогда вот вам карточка. Получен теплый суп. Очень теплый. Кипяток. Горло обжечь можно. А? Попробую сделать. Ага. Да. Кстати, я вот заметил, что если в первой артонельке постоянно на экране что-то двигалось, то в этой частичной часто есть статичные экраны, на которых вообще никакой подвижки нет. Да. Есть такое дело. Вот. И SkyCat... Простите, SkyNet. SkyCat. Да. Говорит, что ее специальность это, собственно, приготовление мисса в горячей воде. Обалдеть. Каждый школьник может это сделать. Я для ее специальность. О, доширак, короче. Да, доширак, короче, блин. Мивина. Так. Я беспокоюсь. Опять здесь рыцарь из священной армии. Я плюю вам в лицо. Вот. Вот так. И те тоже. Понял? Так. А, блин, это делали. Значит, нам нужен теплый суп, но у нас не хватает для этого ингредиентов. Нам нужен зуб... зуб чудовища. Зуб зверя, скорее. Зверь это чудовище. Хе-хе-хе. Это зверь. Хе-хе-хе. Значит, нам нужен звериный зуб, у нас его пока нет. А вырвать из своего рта мы зубы не можем, иначе это будет уже не теплый суп. Зверь это чудовище. Зверь это чудовище. Да. Хе-хе-хе. 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 Вот. Это будет не теплый суп, это будет какая-то ерунда. Да я вообще не понимаю, как можно готовить суп, в принципе, так интересно, сука. Вот. Там нужно печенье для этих вот пингвинов, для пепинов, да? Потом нужен фанбун, как легкая, это, закуска. И нужен зуб зверя. Это суп. Сиресли. Унакас. Жесть. Ой, ладно. Так, итак, мы поговорили со Скайкетом сейчас. Вот так вот нужно с ним поговорить было, именно чтобы зайти, продать, да? Вот. Затем выходим, и заходим опять. И вот сценка Е3. Добро пожаловать, миледи. Я так рада, что вы снова пришли меня навестить. А, не в этом дело, я... Да я просто шучу. Так что, сегодня работа. Вернулись, чтобы... Вернулась, чтобы заняться терапией. А, не, не в этом дело. Я... Хочу кое-что сегодня сделать еще. Ну, другое. А, понятно, миледи, вы так заняты. Ну, если вы не вернетесь к работе в скором времени... Для меня это тоже станет проблемой. Что? Я каким-то образом... Создаю тебе проблемы? Ммм... Полагаю, нет. Ты бы не заметила. Все сюда приходят и спрашивают, когда же ты вернешься к работе, терапевта. Где моя самая популярная девушка в борделе? Она так популярна? Ну, как бы, да. Конечно! Терапия миледи и луки очень популярна. Ну, что-то, по-моему, ты преувеличиваешь. Может, мне стоит сказать, сколько... Что сюда каждый день приходит несколько чушен людей и спрашивают, когда же тут будет терапия. О, ты же сказала, что их очень много. Похоже, что лука совершенно на другом уровне. Да. На другом. И платить. Так. И еще одна сценка Е4. Добро пожаловать, миледи. Вы остановились здесь, чтобы покушать. Я у тебя вспоминал, вспоминал. Чего мне напоминать миледи? Постоянно. Ну, разумеется, миледи Винтер. Ну, блин, естественно. Ты чё? Да. Вот. Извините. Ой, извини. Мы здесь просто, чтобы свершить покупки. Как печально. Я бы хотела, чтобы вы попробовали кое-что из моей домашней готовки. Картошку с салом. Значит, ты можешь теперь готовить вкусную еду. Ну, я вообще надеялась, что ты не сама скажешь, вкусная она или нет. Ну, я тебе чё? Мышка какая-то для экспериментов, что ли? Эээ, леди Клоша, что-то не так? Нет, ничего вроде такого. А, леди Клоша, вы были недовольны? Я сказала, ничего, всё нормально. Ну, я вообще подумала, что что-то вы уже через чур дружелюбны с друг другом. Да ладно, вы? О, господи, перевод здесь отвратительный, Паша. Ну-ка, щас. Ты посмотри, ты видела? Ой, боже. Они забыли пробелы поставить. Нет, это же, скорее, специально сделано было. Но, первое, это сам по себе манера разговора с Кайка. В данном случае, что вот этого было фрикен да. Вот это вот окреп, окреп, окреп. Да ну, раз. Ладно, вы ребят, серьёзно. Ладно. Это явная вольность какая-то уже. Ну, шо поделать. Да. О, чёрт, о, чёрт, о, чёрт. Я чуть не сказал офигню. Боже мой, что же натворило-то, а? Конечно, конечно. Можно даже сказать, что мы любим друг друга. Да. Что? Но у меня совсем другая ориентация. Да ладно, я просто шучу. Боже мой, уже нельзя мне подыграть. Да, ты чё-то совсем не догоняешь в таких вещах, да, Миледи? Ну, наверное. Но мне трудно подыграть, когда вот ты вот свои шучки достаёшь буквально из ниоткуда. А, всё нормально. Это то, что мне тебе нравится. А, вы закончили? Я бы хотела закончить наше дело и уходить. Уходить. Вообще, кошмар-то ещё. Ну, в некоторых случаях перевод лучше, но в некоторых случаях была откровенная хрень. Что я сделаю? Вот, просто вот надыкаешься и сразу глаза. А-а-а! Вот. Абсолютно дизгастен. Вот. И теперь мы закончили, собственно, все сценки со Sky Cat. И теперь можно отправляться в магазин для того, чтобы Саша... ...пробить её первую сцепку. А-а-а, понятно. Ясно. Бои нужны, наверное, какие-то. Да. Да, вот некоторые сценки активируются после бою. Буквально один бой и всё. Один? Да. Вон, для чего-то нужно было пять. Та-а, давай! Та-а! 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 Чё они вещи первые ходят? Я не могу понять вообще. Ну, может, параметр какой-то есть под этот отвечающий? Да они обалдели, вот это, я бы показать. Ну, вот, собственно, сценка. Та-а! Сестрёнка Кло, вы... Ой! Ты снова пришла? Ну, я же об обещала, что снова сюда приду, да? Я так рада. Пожалуйста, скажи мне, чего бы ты хотела? Скажи мне, если что-нибудь хочешь. Да, если ты хочешь очень многого, то у меня есть очень много и даже больше в задней комнате. Это скорее кладовка, а не задняя комната. Не знаю, сложно сказать. Кладовка, да, створ какой-то там, да, скорее всего, кладовка. Я не могу столько унести, пожалуйста, не переутруждай себя. И всё. И всё. Коротенькая сценка. Да, обычно недовольно длинная. Ну, или по крайней мере, не было предложений. Да. В общем, это все сценки на данный момент. Ну, значит, поехали по сюжету. Ну, на самом деле, я, наверное, всё-таки планирую сегодня сегодня закончить. Закончить? Да, потому что уже пол первого. Мы уже четыре часа занимаемся стримом, да? Четыре. Вот. И, в принципе, это хороший момент, чтобы сейчас остановиться, потому что в лесу Миккере там будет достаточно много сюжета. А, там же сюжет в лесу. Не говоря уже о том, что там будет фарм. Когда дойдём. Не говоря уже о том, что там будет фарм, причём достаточно длинный фарм. А фарм получится оффстрим пустить, или сейчас сценки какие-то до этого будут? Нет. Оффстрим? Вот я сейчас посмотрю, если там сценки, короче, если сценки сейчас будут, то сейчас индустрия пропустит. То попробуй дойти до туда, если сценок не будет, то... Вот, да. Если сценок не будет, то мы просто оффстрим займёмся фармом, чтобы не загрязнять стрим. Вот. Как видно, этот лес находится прямо к северу от магазина. Это, кстати, единственный лес на метафальсе. Единственный. Вот. А почему он единственный, потом расскажут, опять же. Ну, скорее, почему он есть. Почему он единственный, это понятно, потому что вот место просто не будет. Как будто. А, ну, понятно, экипаж. Сцены? Да, сценок нет. А, ну, вот тогда вот здесь находят... Я помню, это первая сцена, когда они в земле находят кристалл. Да, ну, это дальше будет. В общем, можно будет... В общем, здесь и сегодня можно пока закончить. Вот. Вот. И следующий стрим, получается, будет в пятницу. Его будет проводить Паша. Когда, зачем, сколько, почему, он напишет прямо в канале и в чате. Если говорили 10, ну, значит, 10, нормально. Да. В любом случае, он будет минимум часа третьей. Да, часа третьей, я думаю, будет. Ну, там посмотрим, как получится. Может, найдётся какое-то место более удачное, чтобы остановиться. По ситуации, короче говоря. Вот. Так что, в пятницу, дальше, я думаю, в субботу. В общем, на сегодня пока всё. Вот. Пожалуйста. Да. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание, Боря. Спасибо за то, что продолжаешь нас смотреть. Надеюсь, тебе дальше будет. Я смотрю, к нам ещё люди стали заходить. Надо выложить на YouTube то, что есть. Да, обязательно. Может, появятся желающие глянки к нам заплинить ещё. Да. Вот. Ну, короче, да. Вот, на сегодня всё. И ждём в пятницу. Я потихоньку заливаю то, что у меня есть по АТ-1. Ну, в принципе, был я раз всё концовку видел, а то, что там раньше. Там, к сожалению, пока что-то всё стреляет жёстко. Да, но вот у меня есть уже 4 стрима по АТ-1. Вот, по АТ-2 уже, да? Я их ближайшее время залью на YouTube, если что. Нет, у тебя их два, фактически. Нет, у меня там 4 видео. Я, в принципе, 3 видео. Да. Я в ближайшее время залью их на YouTube. Я в ближайшее время залью их на YouTube. Да. Вот. Ну, в принципе, был я раз всё видел, поэтому к тебе это не столь актуально. Да. Так что вот в следующий раз увидимся уже в пятницу. Вот. Ждите анонсов. Да, анонсов будет, собственно, на канале. Как обычно, да. Да вот. А на сегодня всё. Да, до свидания. Так что спокойной ночи. До свидания.